Приветствую всех в этом году, рад видеть тех, с кем еще в этом году не общались. Надеюсь, наш новогодний ритуал был успешен, и год начинается волшебно, и волшебно будет продолжаться. Вот, значит, сегодняшнее занятие у нас посвящено введению в курс по работе с ментальными делами. Значит, те, кто из вас был на семинарах по ментальным делам, на первом занятии услышат какие-то вещи, которые на семинаре были. Вот, ну, я считаю, что это даже хорошо, потому что, то есть, собственно, как вы понимаете, к сожалению, за один семинар нельзя научиться всему. Вот, и, собственно, эти вещи надо практиковать. И сегодня, то есть, вопреки обыкновению, мы на вводном занятии поработаем с некоторыми непосредственными техниками воздействия на мир, с техниками, которые относятся к системам радикального эгоизма. Вот. Надеюсь, я вас заинтриговал. То есть, после этого занятия вы все получаете, как бы, благословение и разрешение, вот, быть эгоистами, причем радикальными. А, собственно, некоторая тема эгоизма будет сегодня, то есть, превращена в практический инструмент воздействия. Вот. Почему, собственно, я говорю слово эгоизм? Потому что, вот, это некоторое слово, которое так является частично табуированным, и мы, как бы, эту тему рассмотрим. Значит, смотрите. То есть, собственно, в чем идея работы с ментальными делами? Вот. Чем это отличается от биоэнергетики, вкратце? Чем мы будем заниматься на курсе? И, вот, и, то есть, там, практическая сторона всего вышеизложенного. В общем, я думаю, практически все собравшиеся здесь сегодня, вот, знакомы с базовой парадигмой, в которой мы разделяем нетрадиционные способы воздействия на мир на биоэнергетику и магию. Значит, для неспециалиста нету разницы между биоэнергетикой и магией. То есть, если вы прилетели, значит, в какое-то племя, где живут какие-нибудь, там, крестьяне, вот, там, Папуа Новый Гвинеи, и они болеют, там, какими-то болячками, вы выдали им таблетки-антибиотики. Эти таблетки их вылечили от, там, болезней, которые считались, как бы, там, от злых духов. Как они это назовут? Что они про это скажут? Ну да, скажут колдовство и магия. Значит, естественно. Есть известная поговорка, что если ты хочешь жить в волшебном мире, не учи физику, да, и весь мир будет для тебя магический. Значит, если, там, для обычного человека, там, вы подошли к нему, поводили над ним руками, сказали, вот, у тебя вот тут покалывание, тут у тебя что-то есть, человек говорит, да, действительно болит голова с правой стороны, вы говорите, сейчас, говорите, а сейчас, он говорит, ух ты, не болит. Что он скажет? Ну, тоже, скорее всего, скажет магия, да? Вот, значит, там, человек говорит, у меня там болит зуб, вы ему, там, сейчас, там, значит, поводили пальчиком, создали шар, там, что-нибудь там поделали, там, все, зуб отпустило. Вот, значит, для него это бесконтактное воздействие, то есть, поскольку оно, там, относится, не относится к сфере привычного, то есть, это магия. Так вот, для людей все воздействия, которые относятся к нетехногенным, да, или пока, там, не объясним с точки зрения современной научной парадигмы, то есть, люди это называют магическими воздействиями. Но, то есть, для практикующих, то есть, есть разница, вот, за счет какого механизма воздействие получается. Для пациента и клиента ему совершенно безразлично, сработало ли там самовнушение, сработала ли ваша, там, биоэнергетика или сработало что-то еще. Так вот, мы разделяем воздействие, значит, с помощью, так называемых, нижних тонких тел и воздействие с помощью сознания. То есть, мы говорим, что человек – это сложная многомерная структура, у которого есть много компонентов. И, значит, часть этих компонентов мы называем нижними телами, и то, что с ними связано, мы называем больше как энергетику, энергетику организма, да, то есть, часть этих компонентов мы называем высшими телами, и, значит, их энергетику мы называем энергетикой сознания. Значит, с точки зрения практикующих, именно воздействие непосредственно сознанием на мир и являются истинно магическими, в то время как воздействие с помощью тонких тел, например, биоэнергетический массаж, является уже биоэнергетикой. Для человека со стороны разницы нет, для практика разница есть. Значит, понятно, что биоэнергетика присуща любому человеку, как присуща любому человеку теплу, есть у любого человека. И биоэнергетика есть у любого человека. Мощность биоэнергетики не зависит напрямую от мощности сознания. Человек, живущий в каких-то экстремальных условиях, преодолевающий холод и жару, у него может быть раскрученный организм и чудесная биоэнергетика. Сознание при этом может быть простой. Но вы зато посидели в присутствии такого человека и стали здоровее. Поэтому мы различаем воздействие с помощью нижних тел, физического, мы не называем это даже биоэнергетикой, эфирного тела, и нижние слои астрала мы называем биоэнергетикой, и воздействие больше с помощью сознания. Когда речь идет об астральном теле, тут пограничная зона, потому что, скажем так, само воздействие астральным телом вроде бы доступно любому человеку, но с другой стороны управление ощущением астральным телом требует от человека определенных навыков. То есть уже определенных навыков, определенных искусств. То есть обычно уже не любому человеку, а обученному. Вот. Значит, воздействие же тонкими телами на мир мы относим к магическому. И воздействие тонкими телами на мир происходит за счет того, что, как вы знаете, мир нас слышит. Если бы мы пытались воздействовать на мир уже всей мощью своего ментала, как вы понимаете, то есть, ну, скажем, многие из вас там знают, что у них получалось делать какие-то воздействия на погоду, на вероятности. Но представьте себе, погода – это там невероятное количество тонн воды. То есть там самое маленькое облако весит, как 15 слонов. Понятно, что всей мощи вашего ментала вряд ли бы хватило, чтобы управлять процессами, которые там происходят, особенно чтобы о них не подозревать. И наши воздействия на мир получаются потому, что мир нас слышит. Если бы мир нас не слышал, как бы мало что бы у нас получалось. То есть представим себе, что у вас есть интернет, у вас есть сложное осознание, и вы можете каким-то людям написать в интернет письмо разной степени убедительности. То есть, допустим, вам надо написать в какой-то фонд письмо, чтобы вам дали денег. Если у вас сознание простое, вы пишете с ошибками, там, Вася, дай денег, значит, и Вася вам денег не дает. Значит, игнорирует вас или пишет там вообще грамоту. Если, значит, вы пишете в результате там письмо, вот, уважаемый Василий, как бы там для меня большая честь обратиться. Вот, я там, значит, ученый, который занимается продвинутыми научными исследованиями, способствующие в развитии всей системы. Вот, еще там был знаком там с вашим батюшкой,ращащийся, значит, к уважаемому институту. То есть, вот вы пишете, это там, это велишайшая честь обращаться к вам, то, значит, вот, Вася, возможно, вам там выдает денег. Но, чтобы Вася вам выдал денег, то есть, не только нужна сложность сознания. То есть, сложность сознания – это то, насколько хорошее убедительное обращение вы составите и насколько оно аргументировано. Нужно подключение к сети, чтобы мир вас слышен. Если подключения к сети нет, то независимо от вашей искусства риторики, да, то есть, через сеть вы денег не закажете. Понятно, да? Мощность ментальных дел – это в какой-то степени будет и ваша убедительность для мира, вот, и ваш допуск, потому что вот у Васи стоит фильтрация, да, стоит фильтрация спама в зависимости от того, с каких адресов ему приходят. У него там выставлено так, что там с адресов mail.ru, вот, значит, все письма и запросы с надписью, вот, у нас есть к вам крайне выгодное предложение, да, вот, там, дорогой дедушка Мороз, дочитай это письмо до конца, это не спам, реальная способность заработать, да, вот у Васи, значит, вот, все mail.ru там примерно блокируется. Точно так же, как примерно, то есть, будем говорить, что в нашей парадигме, вот, ваш, там, почтовый ящик, это не то, что я, там, имею предупреждение против mail.ru, там, стыдно признал, у меня у самого там, да, был почтовый ящик, даже есть. Значит, ну, это примерно будем говорить кастовая особенность. А вот если, как бы, там, значит, у Вас там какие-то, в общем, там, нужные адреса, то это будет определять Ваш уровень допуска. Так вот, Ваши ментальные тела в какой-то степени это и уровень допуска, и степень убедительности, и в какой-то степени, можно сказать, они будут отвечать и за подключение. В какой-то степени, знаете, связи Ваши с провайдером, ширина канала, вот, и многое другое. Понятно ли это? Я надеюсь, Вас повеселило подобное обращение, как бы, да, то есть оно, надеюсь, не кажется слишком простым, оно в целом достаточно точно отражает происходящее. Второй параметр, который связан с ментальными телами, то есть мы говорим, что, значит, на уровне ментальных тел вы воздействуете на мир своими мыслеформами, да, и вот, значит, Вы эту мыслеформу, там, делаете, и мир Вас слышит, ну, и сама Ваша мыслеформа, она такая, там, большая, плотная, вот, возможно, более симпатичная, чем мой рисунок, и, значит, она там, вот, как-нибудь, вот этот мир, там, вот, если, там, предположим, что это глобус, то она его, там, как-нибудь на него давит, его деформирует. И мы говорим, что чем сложнее структурирование и плотнее Ваше ментальное тело, тем больше в этой мыслеформе энергии, и тем меньше эта энергия рассеивается, и тем больше возможности этой мыслеформы воплощаться, сохраняться, реализовываться и воздействовать на мир. Например, может ли человек с не очень развитым ментальным телом породить сильную мыслеформу? Да, может. Да, может, как бы вопрос, то есть, какой силой, сколько времени у него это займет. Значит, то есть, в некоторых случаях вы, там, усадите человека, скажете, там, три дня пастись, очищай, значит, там, свой разум. И чтоб три дня ты, значит, вот своим разумом думал, вот, только вот эту мысль. И он, там, за три дня или за месяц, как бы, да, производит мыслеформу какой-то должной мощности. Значит, в результате, то есть, для какого-нибудь продвинутого практика, у которого сильные ментальные тела, значит, у него, то есть, такую мыслеформу может породить за минуты. Ну, или там, вообще просто мимолетные мысли. Вот, значит, когда я рассказываю это, люди как-то иногда удивляются, как же так, продвинутый практик может, там, за минуты породить, скажем, мыслеформу, там, той мощности, которую, там, обычный человек, или 10 человек, или 100 человек, там, собравшись и медитируя все вместе, там, не породят даже за месяц. Это совершенно неудивительно. То есть, представьте себе, что мы даем какому-нибудь профессору математики, вот, решить простенькое квадратное уравнение. Он, возможно, это квадратное уравнение, простенькое, там, да, там, решит в уме, извлекая все корни. Причем решит в уме за несколько секунд. Вот, теперь мы, значит, это уравнение дадим, там, детям, там, в первом классе, ну, без интернета, там, или, там, в количестве, там, даже 3000 человек. Неважно, да, там, сказать, сколько их будет, как плотно они думают, они это уравнение все равно не решат. Вот. Сложность ментала, она, как бы, тема интересна, что в некоторых случаях это параметр, который не берется вот так просто количественно. И при высокой разнице в уровне развития, как бы, там, сила мыслей одного человека, вот, может оказывать большее воздействие, то есть, именно на уровне магического воздействия на мир, чем, там, воздействие, там, тысяч, или, там, десятка тысяч, или, там, миллиона, да. То есть, при этом с биоэнергетикой это не так. И, конечно, то есть, там, один человек, даже какой бы он там сильный не был, какая у него была бы, там, непрокаченная биоэнергетика, его мощность биоэнергетики будет редко. То есть, меньше, то есть, больше, чем, там, биоэнергетика, не знаю, там, десяти человек. Поэтому, то есть, там, биоэнергетическая мощность, там, людей, которые собрались, там, вот, и смотрят футбольный матч, там, вот, в каком-нибудь пабе и болеют за любимую команду. Они выдадут, там, столько, вот, какой-нибудь астральной энергии, сколько редко выдаст, подключившись к потоку, как бы, даже сильный маг. Но у мага, если он именно маг, да, то есть, он может подключиться к системе, то есть, его способности воздействия, они совершенно другие. То есть, да, энергии столько сам он не выдаст, но может, как бы, сделать изменения в системе, и уже система повлияет на мир. Именно поэтому, как бы, магия и ментальные тела позволяют делать масштабный долговременный воздействие. Понятно ли это? Значит, кроме того, вот, да, там сказать, то есть, нас, как бы, слышит мир как-то, вот, ну, кроме того, что нас слышит мир, мы введем некоторые параметры, у нас есть некоторая модель мира, модель мира, разделяемая нами, то есть, на большом количестве, вот, слоев уровня нашего существа. Вот эта модель мира, которую мы верим, которая у нас существует, которая присутствует на многих слоях нашего существа, мы, то есть, эту модель мира через свое сознание на мир проецируем, вот, и, то есть, вот эту модель мира мы называем договором. А то есть, а что такое мир? Мир – это некий набор приходящих к вам сигналов. Если вы способны, вот, создать, вот, некоторые фильтры этих сигналов, некоторую структуру, которая из этих сигналов собирает мир определенного порядка, то, вот, мы называем вот это договором способностью собирать, как бы, мир согласно своему договору. Чем мощнее ваш договор, тем, ну, как бы, быстрее вы можете собрать нужную вам модель мира. Параметр мощности вот этого договора – это то, что мы называем личной силой. И когда мы говорим о собственном договоре, то есть, вообще о договорах, чтобы был смысл, нам всегда, значит, мы можем говорить о договоре одной личности, договоре другой личности, а также личном договоре и коллективном договоре. То есть, ваша сила будет, насколько вы можете, с одной стороны, менять индивидуальный договор, свой личный, и, с другой стороны, насколько в индивидуальном договоре вы можете делать вещи, невозможные или странные, да, в коллективном договоре, а также с какой силой ваш договор будет влиять на договоры других людей. Значит, вот это все будет определяться параметром величиной силы и зависеть от мощности вашего ментального тела. Значит, понятно ли это? Могу немножко детализировать. То есть, смотрите, у каждого человека свой договор. Договоры как-то синхронизированы друг с другом, поэтому они воспринимают одну и ту же реальность. Да, то есть, значит, не знаю, для меня как бы вот это там мобильный телефон, это не продакт-плейсмент пятого айфона, то есть ни в коем случае не подумайте. Да, и для вас, да, это такой же предмет, возможно, обладающий другой ценностью, но похожими физическими данными, да, то есть он там, вот, не знаю. Там, там, имеет вес, там, имеет массу, да, через него не может пройти рука. То есть наши договоры синхронизированы. Более того, этот объект является не только порождением нашего договора, он как-то существует в сознании мира. Да, то есть, ну, является, как бы, порождением не только, даже когда я не думаю об этом предмете, если я о нем забыл, то есть я, по-моему, сказать, все равно могу на него накрыться, да. Если вы будете идти с закрытыми глазами, даже не зная, что где-то есть стена, вы мне все равно врежетесь, потому что стена является не только продуктом вашего договора. Тем не менее, управляя своим договором, вы можете влиять на внешнюю счастье в договорах людей, то есть какие-то вещи прописаны, как всегда происходящие, как возможно и как полностью невозможно. То есть если вы можете делать вещи, или в вашем договоре происходит невозможно то, что невозможно в договорах других, ну, вот для них это и будет магией. Разница между вашими договорами и будет тем, что мы называем странностью. Да, вот когда человек, там, вот, делает или верит, или интересуется что-то, что в ваш договор не вписывается, вы называете его странным. Мощность ваших ментальных тел будет влиять на в дом, с какой силой ваш договор влияет на чужие договоры, в том числе на договор социума, и с какой силой ваш договор слышен миром. Да, потому что какое-то количество объектов порождены не вашим договором. То есть, иначе бы, то есть, если бы все было порождено вашим договором, да, то когда вы засыпали бы, вы там, разначно, там, не знаю, проваливались бы через пол, если бы он порождался именно вашим договором. Значит, надеюсь, это не будет. Тем не менее, то есть, когда ваши ментальные тела плотные, то ваш договор воздействует и на других людей, и на систему в целом. Система вас слышит, как бы, и способна прислушаться к вашему договору. Понятно, да? Мило, да, то есть, ну, или еще деталей. Хорошо. Теперь смотрите. Значит, способность вот этот проецировать на мир свой договор, быть услышанным миром, управлять ими, вот, зависит от мощности, плотности, структурированности, развитости ментальных тел. Эти параметры, с одной стороны, достигаются за счет развития и в этой, и в предыдущей жизни, за счет специальных практик работы с этими телами, и за счет работы с энергетическими центрами, которые, значит, их порождают. Ну, как бы, мало иметь сложность, да, то есть, нужно иметь хороший блок питания. Да, хорошую передающую станцию, то есть, да, вот, чтобы быть услышанным. Вот, работа с структурами, которые их порождают, можно сказать, с порождающим их железом, это работа с чакрами, вишудхой, аджной, сахасрадой. Значит, работа с софтом, это, как бы, умение управлять сознанием, отслеживать его и, как бы, то есть, вообще само искусство управлять своим сознанием. Значит, в рамках этого курса мы коснемся того, чего обычно мало касаемся в рамках базовых курсов, а именно внутренней структуры чакры. То есть, как я уже как-то приводил пример, помните, чем отличается начинающий программист от законченного, да? Что начинающий программист думает, что в килобайтсе 1000 байтов, а законченный, что в километре 1024 метра. Значит, так вот, начинающий думает, что чакр всего 7, и что чакра это такое, значит, там, приятное светящееся пятнышко какого-то цвета. Примерно точно так же начинающий думает, что сердце, вот, похоже на то, как его рисует, как бы, да, то есть, незнакомый с биологией человек, и что это некая, там, вот, одна структура, или у человека есть просто кишечник. А для специалиста там есть тонкий кишечник, толстый, 12-перстный, а там, и куча различных элементов. То есть, если вы просто хотите, там, пришли на прием, вам достаточно знать, что у вас просто кишечник. Но если вы врач, который с ними работаете, или биолог, вам нужно знать его внутреннюю структуру. Так вот, ну, на простом уровне вам достаточно знать, что у вас есть просто аджна. Когда вы хотите ей управлять, то вы говорите, ага, там, на самом деле, моя аджна – это система из 4 чакр, имеющих разные функции. На самом деле, моя вишутха – более сложная система. На самом деле, то, что мы называем сахасрарой, там, это система из, как минимум, 3 чакр, вот, которую большинство людей не развиты. И с этими зонами можно работать. То есть, с этим не нужно работать, пока вы, как бы, не занимаетесь этим глубоко. Но, с другой стороны, понятно, да, то есть, как только вы захотите чем-то заняться более профессионально, от вас требуется и более детальное знание структуры чакр. Чем, собственно, на курсе мы будем заниматься? Вторая вещь, которой мы должны, как бы, заняться на этом курсе, чем мы должны с вами будем обладеть, это высокими степенями ментальной безупречности. Управление своим менталом. Ну, здесь, ну, почему? Довольно интересно всегда меня, вот, когда я общаюсь с людьми, в наши дни занимающимися магией, ну, в таком популярном варианте, то, как бы, люди почему-то считают, что, чтобы заниматься магией, у них уже, как бы, есть все необходимые качества. Ну, если нету качества, они вот сейчас узнают технику, и все пойдет там просто чудесно. Ну, то есть, там, мне там надо произнести ритуал, ну, вот такой-то, такой-то, знать, какие-то заклинания, или, там, развить такую-то чакру, или, там, чтобы вот такие-то вибрации было, и все сработает. К счастью, поскольку вас слышит мир, иногда это да, работает. Иногда работает даже весьма неплохо. Но если вы хотите, чтобы оно работало больше, чем иногда, и неплохо, а часто и хорошо, то от вас потребуется не только знание техник, и не только, ну, возможности ими управлять, то есть, не только уровень, но и искусство. Да, то есть, любой человек, который хочет жонглировать несколькими мячиками, знает, что для того, чтобы жонглировать, иногда даже двумя, нужна тренировка. Мало иметь руки. Чтобы играть на гитаре, мало иметь рук. Да, то есть, вот еще, как бы, надо этому поучиться. Да, там, чтобы сохранять равновесие, идя по канату, мало иметь ноги. Да, мало даже знать технику шагов. Это надо уметь делать. Если вы хотите, там, произвести впечатление на зал, быть актером, вам мало обладать речью и заучить стих. Есть искусство, как бы, актерского чтения, читать это с выражением. Так вот, в магии не менее важна техника. Техника управления вашим менталом. И техника управления вашим менталом – это то, что не приходит просто так. То есть, если вы не владеете определенными искусствами, концентрацией, управлением вниманием, управлением разными частями своего сознания, вы не сможете далеко продвинуться. Это не значит, что у вас ничего не получается. То есть, человек может подбросить мячик, его подкинуть, поймать сколько-то раз. Но жонглировать пятью, как бы, ну, там, больше секунды вряд ли он сможет. Да, там, я знал людей, которые это могли делать, там, десятки минут. Вот, так вот, ко всему еще нужна техника. И техника подобной работы, то есть, она, как бы, не достигается сразу. Достигается тренировками, увы. То есть, вот, некоторый недостаток магии, что ее нельзя освоить всю и сразу. Вот, так, чтобы она работала. Вот, поэтому в рамках этого курса, то есть, мы будем заниматься еще непосредственно технической стороной, то есть, приобретением технических навыков, доведением их до какого-то уровня. То есть, навыков, которым вы можете управлять своими мыслями. Частично мы коснулись этого на семинаре, частично, как бы, ну, более глубоко будем разбирать это в рамках курса. Это, что касается, вот, такой простой теоретической части. Есть, да? Понятно. Там, чтобы описать все, что на этом курсе мы коснулись, это там, вот. Это просто там довольно длинная тема, может, ближе к концу. Усиливает ли воздержание ментал? Значит, скажем так, для большинства людей воздержание ментал не усиливает, а наоборот, то есть, его, в общем-то, перекашивает. То есть, ментал может быть усилен воздержанием, ну, не напрямую. Вот. И, то есть, для этого нужно, как бы, понимать, как это делается. В большинстве случаев воздержание, в лучшем случае, ментал не усиливает, но активирует. То есть, я объясню сейчас, в принципе, вопрос хороший. Значит, давайте так. То есть, мы говорим, что работа с менталом связана с некоторой дисциплиной ума. Кто-нибудь из вас пытался, кстати, в рамках, вот, ну, занятий, интересная практика, попробуйте примерно, вот, на протяжении одного дня, в конце дня, составить некоторый список мыслей, вот, в процентном отношении, на чем были сконцентрированы ваши мысли, большую часть дня. Вот. Как правило, вы увидите, что часто ваша большая часть мыслей, особенно мыслей, которые вы, как бы, думаете, и в которые вы вовлечены всеми слоями своего существа, она редко бывает там о пути и бесконечном развитии. И, кстати, у присутствующих здесь, ну, бывает гораздо чаще. Теперь скажите мне, о чем большую часть времени думает человек, который сильно голоден? Вот. Еди. А человек, о чем будет думать человек, если ему перекрыть нос и рот? Уже через буквально две минуты. Да, вот, о воздухе. Так вот, если человеку лишить какой-то потребности, в частности, воздержания, как большинство из вас знает, если, как бы, значит, у человека, так сказать, начинает воздерживаться, то обычно он думает, как бы, вот, о всем, чем угодно, кроме как развития. Поэтому, то есть, как многие знают, большего количества разврата и извращения, чем сейчас это бывает в монастырях, трудно найти. Не зря, как бы, в большинстве монастырей, как бы, запрещали, там, исповедовать людей, там, молодых послушников, там, мужских, там, да, там, после полуночи. Вот. Значит, теперь. Но. То есть, воздержание – это энергия, которая, то есть, определенным образом, если человек не работает с ней, перекашивает менталу. Но воздержание, как бы, конечно, вызывает определенное постоянное возбуждение. А тут надо учитывать, что вишутха чакра, с которой мы работаем, и свадхистана чакра – это парные чакры. То есть, одна – это первичный творческий центр, другая – вторичный творческий центр. Первичный творческий центр – это то, чем мы творим себя подобных, вот, на физическом плане. А вторичный творческий центр – это то, где мы, как бы, создаем мыслеформу. Собственно, да, то есть, неплохо соотносится, кто знает, с нитью 15-го аркана. Значит, соответственно, когда человек, вот, его мысли, там, только чем-то и занятой энергии не находит обычный выход, то есть, то энергия, то есть, избыток энергии, да, так или иначе, отражается на других чакрах и может быть сброшен через агрессию или, как бы, там, какие-то аспекты, попытки достижения и власти. То есть, значит, или, как бы, через творчество. Но обычно ментал это не усиливает, просто есть некая постоянная активация. С другой стороны, как вы знаете, многие творческие люди, они как раз стремились к настоящему такому невоздержанию, им как раз помогало невоздержание, а растормаживание себя. Да, есть такое мнение, что парная вишутка является Манипура, а Сватхистана – Аджна. Там тоже есть прямые связи. Ну, вот, скажем так, как меня учили изначально и то, что я, как бы, находил в своих исследованиях, вот, оно, вот, между, скажем так, если не хотите, можем не использовать слово парной, просто между вишутхой и Сватхистаной существует прямая связь. Именно поэтому, например, вишутха, как чакра, отвечающая за осознанное сновидение, да, то есть, вот, на ней, как бы, на сновидениях очень легко отражается, как бы, любое сексуальное воздержание. Вот, значит, скажем, на Аджне оно тоже отражается, Аджна тоже связана с творческими способностями, там, как бы, есть целый ряд прямых связей. Когда мы говорим парной, мы говорим про некоторую прямую связь, когда одна зона управляет другой. Вот, но просто, скажем так, по поводу чакр, людям нравится такая симметричная модель, в которой чакры делятся, там, да, вот, три на три, и тогда, значит, соответственно, Анахата центральная, а Сахасрара, значит, связывается с Муладхарой, да, Аджна, значит, с, там, с Вадхистаной, а, там, Вишутха с Манипурой. Такие связи тоже есть, но частично эта модель порождена некоторой тягой человека к такой симметрии и желанию поделить, там, вот, все на некие равные интервалы. То есть, между Вишутхой и Сватхистаной существуют прямые взаимодействия. Вот. Вот. Понятно, да? Надеюсь, я вас еще не утомил теоретическое счастье, она просто здесь важна. Да, я чувствую, что я вернулся, как бы, к привычному мне темпу речи. Вот. Темп речи, привычный для людей, живущих в ивритой язычной среде, может быть быстрым для тех, кто живет в русскоязычной, но вследствие развитого ментала, я надеюсь, что вы, вот, уже ко мне привыкли, успеваете, да, там, за ним, если нет, то скажите, я могу говорить чуть помедленнее. Вот, Василий, как бы, можно усиливать ментал с помощью практик воздержания. Вот, значит, но обычно, скажем так, это требует уже специальных техник, и, то есть, несмотря на некоторое усиление, вот, есть более эффективные способы усиливать ментал. То есть, для обычного нетренированного человека или даже начинающего адепта любые практики воздержания, то есть, это обычно лучший способ ментал перекосить и просто весь ментал перевести в совершенно другой режим. Хорошо, давайте с вами поговорим сегодня о личном договоре Минишу Тхачакры и поговорим с вами о некотором аспекте, о некотором аспекте того, что такое здоровый эгоизм. Вот, благо, все-таки у нас тут нету людей, которых там слово эгоизм пугает, которые говорят, все, там, уйдем с этих лекций, здесь нас научат плохого. Вот, значит, для того слова эгоизм мы ставим, чтобы, значит, вот такие люди уходили туда, где учат хорошего, а мы будем учить, конечно, именно плохого. Конечно, только сублимировав, вот, значит, можно усилить ментал. Да, слайд, то есть, конечно, здесь работает сублимация. Здесь дело не в том, что совместимы частоты чакр. Мы говорим, что включение одной чакры, что такое связь? Когда активация одной чакры приводит к активации другой. Это не значит, что ее энергия напрямую передается. То есть, парные чакры, говорится, что включение одной отражается сразу на остальных. То есть, например, вы увидели, да, то есть, ну, во всякий случай, вы увидели там очень симпатичную женщину, которая, важно там сказать, там, женщина вашей мечты. Да, не знаю. Вот, смешение, там, вот, Веры Брежневой, там, Памелы Андерсон и Одри Хэбберн плюс Галадриэль. Это я так, вот, не лично для вас. Значит, вы ее увидели, и ваша свадхистана чакра выдала здоровую реакцию. Или там, для Дарм, значит, вы увидели там смесь, ну, не знаю, выбирайте сами кого. Джонни Деппа с Брэдом Питтом и, там, Крисом Хемсфордом и всеми прочими, там, персонажами. Вот, увы, здесь мое образование меньше. Значит, и вот, вы увидели, и ваша свадхистана чакра на это отреагировала здоровым способом. В результате сразу включается Вишутха чакра и начинает строить алгоритмы, как же, собственно, вот, объект желания заполучить. То есть, чем сильнее активируется свадхистана, тем, допустим, сильнее активируется Вишутха. И наоборот, чрезмерное включение Вишутхи способно, в каких-то, в Садхистане способно Вишутху подавить. Тогда человек говорит, что голова у него полностью отключилась. То есть, Вишутха перешла не в режим долгосрочный, стратегический, да, то есть, в режим, как бы, там, просто алгоритма получения желания. Понятно, да, что такое парное, как бы, взаимодействие, когда одно включение воздействует на другое. Или, например, да, связь между, с, то есть, Муладхарой и Сахасраой. Очень многие люди, да, то есть, значит, могут ощущать реально контакт с духом, и что они являются большим, чем телом, когда испытали страх смерти. Не все, но некоторые, вот, в состоянии, когда, там, мимо вас, там, пуля просвистела, вот, и ага, вот, внезапно, как бы, то есть, люди иногда испытывают, ну, некоторое мистическое переживание. То есть, вот, на войне, там, ряд людей, вот, описывали, что они видели, там, смерть с каких-нибудь, вот, и, то есть, иногда это были, как бы, люди, которые даже не были, там, какими-то высшими магами, а просто, как бы, активация Муладхары включает определенные зоны Сахасра. И, наоборот, как бы, когда иногда происходит нисхождение духа, человек или забывает о страхе смерти, или, наоборот, активируется некий изначальный ужас, потому что человек чувствует, что его сейчас наверх призовут, и, как бы, то есть, его начинают наверх дергать, и, как бы, фиксация здесь ослабевает. То есть, поэтому, когда парные чакры, не значит, что энергия одной чакры сразу превращается в другую, что включение одной чакры активирует другую. Собственно, так большая часть системы и построена. Да, конечно, творчество, поэзия, музыка активируется от активации второй чакры. Именно поэтому очень многие творческие люди, вот, у них была там необходимость к цыганам. Для творческого человека иногда кратковременное воздержание молитвы. То есть, да, ну, как бы, как мы знаем, там большинство поэтов, музыкантов, они как раз были далеки от эскетизма. А вот, ну, для некоторых более сложных взаимодействий воздержание может быть как полезно, так и вредно. Еще раз говорю, воздержание – это уже вопрос больше искусства, правильно применять энергию. То есть, представьте себе, что вот вы в доме открыли газовую горелку и не проветриваете, и у вас в доме накапливается газ. В принципе, это, конечно, потенциальная энергия, которую можно как-то интересно использовать. Но в большинстве случаев, как бы, чтобы использовать вот этот газ, который идет из горелки у вас в доме, вы не проветриваете, да. Если вы не умеете его поджигать, вот, то хорошо его не будет. Понятно, да? Вот, хорошо. Теперь вернемся к обучению вас плохому. Значит, вчера как раз касался на секундочку интересной темы о том, что есть мнение, что сила желания влияет сразу на то, насколько хорошо желаемое сбывается. Если бы это было так, ни один голодный человек не умер бы с губой. То есть, силы желания совершенно недостаточно, чтобы желаемое получить. Это, кстати, к желаниям второй чакры. Значит, теперь смотрите. Мы уже сказали, что, то есть, есть такая вещь, как договор. И у договора, как бы, есть, ну, какое-то количество параметров. Значит, в частности, то есть, в договоре важно то, конечно, насколько вы высокочастотный, как много у вас энергии на ментале, значит, насколько хорошо вас слышит мир. Но в договоре важна и личная часть. Насколько, как бы, у вас есть что-то свое. Насколько в этом договоре вы фиксированы. Насколько вы этот договор держите. Насколько за ним стоит ваша личность. Это, как бы, важные параметры для влияния. Можно сказать, что договор – это сила, с которой вы давите на мир. Поэтому, чтобы осуществлять воздействие, нужен сильный личный договор. Но сильный личный договор определяется тем, насколько сильная вы личность. Вот в свое время один из таких хороших гипнотизеров, у которых я учился, он говорил, значит, что вы должны решить, что вы стали, что вы должны в первую очередь стать гипнотизером с большой буквы «г». На английском это удобно передается артикранцей. Значит, что не просто человеком, знающим технику гипноза, а вы гипнотизер. То есть, если вы решаете, что вы воздействуете на мир магии, то вы говорите «я не просто человек, знающий пару техник». То есть, вы определяете себя как магия. То есть, что не просто у меня там есть какое-то мнение о мире, есть мой личный договор. То есть, можно сказать, вот Фрая очень любит писать о мире стержня, и персонажей она пытается описывать, вот как мир стержня. Вот можно сказать, сила личного договора – это параметр стержня. Так вот, личный договор будет определять, с одной стороны, силу, с которой вы можете нададить на мир. С другой стороны, очень сильный личный договор, являясь некоторым фильтром, является иногда помехой, чтобы вы этот мир хорошо услышали. Поэтому вы должны уметь вот таким личным параметром, который влияет на договор, управлять, как для того, чтобы сильнее надавить на мир, когда нужно надавить, так и, значит, для того, чтобы свой личный договор и свою личность подвинуть в сторону и отодвинуть я-фильтр. Отодвинуть я-фильтр важно не только для того, во-первых, для того, чтобы мир слышать. Во-вторых, важно, конечно, в магии, чтобы слышать другие части себя, свое нея, там зона, где живут союзники, свое сверхнее, свой дух, потому что эти зоны тоже, как бы, да, то есть, ну, необходимы, без них, как бы, хороших магических воздействий, как бы, не добьешься. Однако, то есть, в большинстве случаев людей редко обучают именно услышать свой индивидуальный параметр и именно индивидуальные аспекты своего договора, свои силы, то, насколько сильно вы давите на мир. Естественно, чем сильнее у вас личный компонент, тем чаще вот, окружающие будут называть вас эгоистом, потому что сильный личный компонент позволяет, как бы, продвигать свои интересы, преследовать свои цели, а главное, противостоять воздействию окружающего договора. То есть, подумайте, маг, например, в традиционном, там, средневековом обществе, европейском, это человек, как-то противостоящий договору, который говорят, что это ужасно. Маг, значит, живущий в нашем обществе, это человек, противостоящий договору, еще более забавному. С одной стороны, традиционный религиозный договор говорит, что магия – это зло и ужасно, а традиционный научный говорит, что ее еще и не бывает. То есть, в наши дни, когда вы противостоите, а, тому, что ужасно, б, не бывает. Но, как бы, без того, что у вас есть личная позиция, да, то есть, значит, никакой договор вы не продвинете. Вторая вещь – это некоторый аспект взаимодействия с миром, что маг должен иметь возможность то есть взаимодействия с эгрегором, с силами, которые действуют через нас осознанно. Если эгрегор любой может нами управлять, как хочет, ну, зачем вам повышать уровень допуска? Зачем с вами договариваться? Зачем вам что-то интересное предлагать, если вы и так все сделаете? Если вам можно отдать команду, вы все выполните с радостью, то зачем вам что-то давать? Понятно, да? Отсюда есть необходимость формирования мощного личного договора и, как бы, способности услышать его компонент в ваших воздействиях на мир. Как вы знаете, есть простое определение эгоизма. Эгоист – это человек, который любит себя больше, чем меня. Каждый раз, когда вам кто-нибудь скажет, что вы эгоист, вы скажете, вы имеете в виду, что я люблю себя больше, чем вас? Вот. То есть, и потом спросить этого любимого вопроса в районе, что если я не буду таким эгоистом, согласитесь ли вы умереть вместо меня? Когда придет мой черед. Обычно после этого вопросы пропадают. Вот. Хорошо. А теперь попробуем с вами ощутить личный компонент вот в вашей силе, в вашем договоре, в том, как вы взаимодействуете с миром. Вот. Хорошо. Значит, все, 45 минут как бы этого теоретического введения. Вот. Я надеюсь, как бы вас порадовали. Переходим к практике. Есть еще силы? Хорошо. Я попрошу вас сосредоточиться на вишутха чакре. Вот. Значит, сосредоточьтесь, да, на горловом центре. Ну, здесь практически все присутствующие знают, что такое горловой центр. То есть мы этот курс, как я и обозначил, ну, для всех желающих, но, как бы, сейчас, как бы, предполагаем, что желают этот курс те люди, которые отличают, там, вот, вторую чакру от пятой. Сосредоточьтесь на горловом центре, остановите внутренний диалог, созерцайте его и начинайте этим центром, ну, как минимум, вдыхать энергию, как вы умеете. Кому как бы сложно раскачать именно ментальную зону, начните с эфирной прокачки, создайте плотный шар, вложите этот плотный шар в Вишудхачаку, сосредоточьтесь на горловом центре. Дальше попробуйте найти очень интересное состояние. Состояние, как если бы вы были готовы сейчас решать интересную задачу, примерно состояние, вот, как если бы вам сказали, уважаемые знатоки, внимание, вопрос, или есть интересная задача. Вот чувство интереса и активации, но при этом в сознании тишина. То есть, и почувствуете вот эту некоторую активацию в горловом центре, особую активацию, как если бы была интересная задача, но никакой конкретно задачи сейчас не задали. То есть, активация зоны, особая, а при этом в сознании тишина. И вот в этом состоянии ментальной тишины постарайтесь почувствовать горловой центр и начать этот горловой центр активировать, как бы вот это особое качество его возбуждения, почувствуйте его и начните его усиливать. Понятно задание? Хорошо. Давайте действуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Посозрецайте этот центр, понакапливайте там энергию хотя бы 3-4 минуты, усиливая вот его вот эту активацию. Продолжение следует... 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 Клеп его встряхивает, крепяный заяц лежит в луше, говорит, как ты, значит, не реагируешь на царя зверей. Заяц говорит, вот ты царь зверей, вот зверями правь, а нас рыбов не трожь. То есть вы можете стать одним из нас рыбов. То есть на вас перестают распространяться общие правила. Но чтобы на вас перестали распространяться общие правила, вы должны иметь свои последствия, перестать себя просто чувствовать одним из коллективов. Вот. Значит, на примитивном варианте это достигается, да, во взаимодействии Вишудха Манипура, потому что Манипура определяет личные границы. Вот. Но на более высоком это некоторое переживание своей индивидуальности. Значит, я хотел бы сейчас, чтобы вы сделали такую вещь. В наши дни эта просьба несложная. У каждого из вас вот на компьютере вот установлены такие анкламы силы зла, называемые социальными сетями, да, то есть есть доступ. Чем хороши эти социальные сети в данный момент? Там часто бывают ваши фотографии с другими людьми, да. Вот. Знаете за собой такое прегрешение, да, и пороки. Как пристрастие к социальным сетям, вот, и фоточкам. Есть тут кто-нибудь, потому что нам очень хорошо. Если вы ими страдаете, то это то, что нам сейчас нужно. Отлично. Значит, смотрите внимательно. Нету фоточек. Хорошо. Вот. Ленты не считаете. Хорошо. Значит, сейчас задача вот какая. Внимание, вопрос. А чем вы, энергетически и на ментале, отличаетесь от других людей? Чем вы отличаетесь на ментале от других людей? А еще точнее, как вы можете это померить? Ничем. Собственный звук ментала, да? Нет, это я не имел в виду, чем вы замечательные. Я имел в виду, но вы же как-то знаете, что вы как бы вот, что вы отличаетесь там вот от другого человека. Есть некое чувство, сок отличия себя от другого. Человека похожих способностей найти можно. Вот. Что подразумевает слово «похожий»? Слово «похожий» подразумевает, что есть кто-то, кто может это сходство установить. Слово «любое», «похожий» или «отличный», подразумевает какого-то наблюдателя, для которого вы похожи или отличны. Правильно? Нельзя говорить о схожести, если нет того, кто эту схожесть может установить. Схожесть всегда быть больше, может быть больше или меньше. Понятно, что хотя, значит, с точки зрения мира, может быть таких, как вы, 7 миллиардов. Вот. Там сколько-то были и будут. Но, в принципе, вы такой, в такой момент времени один. То есть один во Вселенной. Есть бесчисленное количество вероятностей с ваших двойников, но вы отличаетесь от них. Есть другое количество людей, но вы от них, от всех чем-то чуть-чуть отличаетесь. Есть некоторый аспект индивидуальности. Я хочу, чтобы вы настроились. Вот. И здесь будет некоторое любопытное включение между Вишудхой и Аджной. Можно сказать, такая проекция девятого аркана на Вишудху. Первое. Я хочу, чтобы вы, держа внимание на Вишудху, настроились на то, что вы вот такой в точности один, среди всех бесконечных воплощений вы такой один, и в точности такого, как вы, не было и не будет. Вот попробуйте сейчас настроиться, где-нибудь две минуты, на идею и на чувство своей индивидуальности. Вот. Просто, не просто знать, это пережить. Пережить чувство своей индивидуальности, как она будет ощущаться на Вишудхе. Есть? Сделаем это. Давайте. Давайте. Спасибо. 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 Что происходит? Что происходит? Пробуйте нарастить вот это чувство. Что происходит? Вишудха поднимает частоты, но она как бы структурируется иначе, вот в ней вот возникает то, что назвала городи собственным звуком. Уплотнение очага. Хорошо. Отлично. Масса эгоизма растет и это приятно. Теперь смотрите. Сосредоточьтесь. И сейчас, то есть войдите в режим сканирования. Предполагаю, что вы базовым умеете сканировать. Возьмите фотографии себя и других людей. Желательно свежие фотографии, но у кого есть под рукой фотографии на протяжении там, ну, ваших лет, попробуйте сейчас, довольно интересно, посканировать, значит, себя и других на фотографиях снаружи и ощутить, чем, собственно, вы отличаетесь от других. То есть представьте себе, вот, скажем, у вас там есть фотографии с какого-то дружеского маскарада на Новый год, вы пытаетесь найти. Где же я? Смотрите. Так, это слишком примитивный ментал. Этот все-таки слишком высокочастотный. Этот сдвинут не туда, а вот этот похож на мой. Вот, да это же я. Так вот, попробуйте ощутить некий вот почерк, вибрацию, отпечаток пальца своего ментала. Это может быть предмет, заряженный кем-то другим и вами. Попробуйте ощутить вот этот особый отпечаток своего ментала, то в вашем ментале как звук, что отличает вас от других, да, сконцентрировавшись на вишутке сейчас. Угу. 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 Да, вы сейчас это громко, я хочу, как бы, сможете говорить. Это, как бы, одна из целей. Понятно задание, да? Угу. 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 Продолжение следует... 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 Странность усиливается, аспект самости. Попробуйте почувствовать, как он разрастается по энергетике. Посмотрите, весь дерево проходит в препятствии. Он нигде не может быть заблокирован. Если где-то заблокирован, отметьте это место. Почувствуйте вот это усиление. Усиление самости, усиление отличия. Вы почувствуете, что пространство вокруг вас начинает как искривляться, заворачиваться. Возникает оболочка, не позволяющая вашей энергии расходоваться. То есть вы чувствуете, что вокруг вас пространство приобретает особенность. Ваше правило. Правило, которое является вами. Вы становитесь особой печатью, запечатывающей пространство вокруг себя особым способом. Усиливайте эту вибрацию. И, прикрыв глаза, пробуйте про себя произносить все лучше. То есть я хочу, чтобы в результате вы некоторую вещь прокричали так, чтобы она заполняла всю Вселенную. Вы прокричали безмолвно про себя. Вы можете использовать или формулу латинскую, достаточно классическую. Латинскую. Сик воля. Сик джубио. Сик праратион эволюнтас. Что значит, так я хочу, так я велю. Пусть доводом будет моя воля. Или другую формулу. Я. Я есть. Я есть воля. То есть что вы признаете существование и готовы действовать. Познавать и изменять мир. Попробуйте усиливая вот эту вибрацию. Если вам гармонично. Если просто усиления вибрации достаточно, то хорошо. Попробуйте про себя произносить вот эту формулу. Или так я желаю. Так я велю. Пусть моя воля будет доводом. Или я. Я есть. Я есть воля. Или их комбинирую. И с усилением вот этой вибрации на Вишутхе увеличивайте громкость вот этой внутренней фразы. Так, чтобы вы чувствовали, что вы буквально ее кричите с невероятной силой. И она заполняет все пространство. А потом дайте вот этому качеству собраться вокруг вас. Окружить вашу ауку. И почувствуйте вот как вот есть некая особенность. Я. Свой договор. И вот этим своим договором вы во все стороны как бы давите на мир, искривляя пространство вокруг. Действуем. Давайте. То есть нарастили индивидуальность. Внутренне с максимальной скоростью ее манифестируем с максимальной громкостью. И получив вот это качество, почувствуете. Да. Сид прорационе валютас. Латынь не зря была языком повелителей. И вы попробуете сейчас вот это манифестировать. Попробуйте почувствовать, что вы развернулись в мир. И ваша индивидуальность особым образом структурирует пространство. Попробуйте почувствовать, как она это делает. Насколько приятно это чувство самопроявления. И в каком размере вы чувствуете вокруг вас, на каком расстоянии она вот так касается мира. Спасибо. 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 Попробуйте ощутить вот это качество, в котором вы можете почувствовать, что вы можете сказать, и я хочу, и я есть, и такова моя воля. И, собственно, вы являетесь в себе сами обоснованием. Вы не нуждаетесь в том, чтобы обосновывать свои правила ни внешней этикой, ни тем, как на вас посмотрят другие, ни тем, какие существуют научные модели, но именно вы являетесь опорой на себя. Вы чувствуете некоторую радость от этого состояния. Посмотрите, какой объем она занимает, с какой плотностью можете ли вы им управлять. Те, кто сделали, просто пишите, что получилось, какие ощущения. Те, у кого есть какие-то личные блоки на эту практику или затруднения, пишите, конечно. А что такое окружающему пространству? В своей квартире? Ну, миру вообще вы не очень пока навязываете, как бы, то есть, скажем так, мир бы очень хотел, чтобы вы доросли до того уровня, чтобы могли навязывать свою силу ему вообще. Он для того вас растить и добережет. Люди вокруг... Люди вокруг как бы... Давайте так. Так. Позволить себе быть собой, держать свой договор и говорить, мир таков, это не обязательно насилие над какими-то людьми. Вот. Собственно, тут все, ну, с моей точки зрения, достаточно просто. Вот. Мы являемся частями, через которые мир эволюционирует, да? То есть, наши монады, как бы, да, частицы сознания мира или в некоторой модели частицы Абсолюта, через которые мир эволюционирует. Согласны, Миродик? Ну, вы согласны с этим, что вы здесь, как бы, или вообще во Вселенной, часть мира? Хорошо. То есть, однозначно, мы наделены способностью к действию не для того, чтобы просто познавать и наблюдать и ничего не делать. У нас есть способность действовать и проявлять себя. Если бы мир хотел, чтобы мы просто проявляли его некую волю, у нас бы не было индивидуальности. Наша задача здесь проявлять индивидуальность, действовать, познавать, добавлять в мир свой опыт. Иначе бы, как бы, у нас этой индивидуальности бы и не было. Поэтому, когда мы проявляем себя и держим свой договор, нельзя сказать, что это насилие над миром. Когда мы живем среди других людей, у них есть какие-то свои договора. И так или иначе, взаимодействие людей – это взаимодействие договоров. То есть, вы живете в мире и договоре. Мир – чудесное место, в нем есть волшебное, в нем происходит добро и, как бы, вот, все хорошо. Таков мой мир, в моем пространстве происходят чудеса. Это возможно. Теперь приходит кто-нибудь. И он точно приходит с договором. Мир – печальное место, там все плохо, политики воруют, кризис, все будет плохо. Вообще чудес и совпадений не происходит. Вот вы сидите, вы едете с ним там вместе, да, в метро. И вы, как бы, держите свой договор. А он свой. И тут раз, значит, в метро заходит, там, человек в костюме кенгуру и просто там дарит всем по конфете неотрапленный. Вот, значит, вы говорите, ну, смотри, много чудесного. Человек говорит, да, ерунда, просто совпадение. На следующей станции, как бы, заходят там, вот, какие-то музыканты, что-то прекрасно исполняют, просто дарят всем по диску. А человек говорит, ладно, бывает, да. Вот, на следующей станции человек этот, едущий с вами там, не знаю, находит там тысячу рублей. И как-то начинает улыбаться. Вот, вы держали свой договор, вы не обязательно его форматировали, и он держал свой. Но в результате, как бы, вы выстроили некоторым образом мир. Значит ли это, что вы совершили над ним насилие? Да бывало и не так. Да какое насилие вы совершили над его договором, если вы держали свой? Кроме того, есть, скажем так, существует некоторая программа, что к себе надо относиться хуже, чем к другим. Что насилие над чужими договорами делать нельзя, но над своим сколько угодно. Почему вы считаете, что нельзя делать насилие над чужим договором, но можно позволять чужим договорам менять свой? Вы живете в каком-то мире и говорите, в моем мире происходит все хорошо. Если вы живете в договоре, что в моем мире в городе не происходит преступлений, совершаете ли вы насилие над всеми людьми, которые хотят совершить преступления и над их свободной волей? Если вы говорите, в моем мире любой, кто решит совершить преступление, на него падает на голову кирпич, у него не получается. В моем мире живут хорошие люди, которым не приходят в голову идеи о преступлении. Я просто держу такое пространство. Совершаете ли вы насилие над ними и над всеми? Почему? Если держите, а даже если совершаете, ну и черт с ними. Обычно способность проявить себя, реализовать себя в мире, многие люди считают это эгоизмом, но возможно как раз воля мира в том, чтобы вы позволили через себя какой-то гармонии прийти в мир, чтобы вы были окошком. Но это можно разобрать более глубоко и подробно. Кому понравилось ощущение от практик? Обычно, то есть скажем так, боязнь проявить себя в мире или нежелание, это или чувство, что он слишком сложный, а что-то испорчу, или чувство нежелания вмешиваться, но и ответственности, или чувство непонимания или какие-то ограничения. В принципе, то есть иногда это может быть на манипуре, то есть когда человек как бы, ну, то есть оно, то есть некое чистое самопроявление, то есть оно не отличается, рисуем ли мы картину, держим ли мы модель мира. То есть если вы держите модель мира, что все люди чудесные и со мной они хороши и дружественны, то каждый, значит, с кем вы общаетесь, вы в него эту модель транслируете. Он может откликнуться или не откликнуться, это его воля. То есть вы предлагаете договор, вы носите в себе какой-то свой закон. Все носят. Каждый человек как бы давит на мир и на остальных. Вот, ну и что? Да, то есть как бы... Здесь мы не обязаны ущемлять, то есть если мы распространяем просто свой договор, мы не обязательно ущемляем чью-то волю. Кроме того, только поняв свой договор, вы можете, если хотите, свой договор отодвинуть и проводить договор пространства. Если вы не чувствуете свой договор, то и договор пространства вы не услышите, потому что вы не сможете из него вычесть себя. Но с каббалистической точки зрения каждый человек стремится стать некой нитью в большом габелине. А как бы именно каждая нить имеет свои особенности. Почувствовали ли вы позицию? Позицию, вот, и поняли ли вы, как эта позиция влияет на вашу странность, чем она хороша. Теперь скажите, вот лично вы, для чего бы вы эту позицию использовали? Ну, назовите мне три использования, для чего бы вы это делали. В целом, как бы, практика была успешной. Вот у нас в начале занятия на каком-то этапе было там где-то 71 человек. Видимо, у пяти он получился так, что они так обрели свой договор, что решили не продолжать. Что бы вы с этой позиции делали? Перед беседой с начальством не факт, хотя возможно. То есть, экранировка, экранировка от эгрегора, удержание собственных договоров, позиция, странность, да, от соединения от окружающих, странность и замыкание своего пространства, отсутствие необходимости в легитимизации своего пространства внешним договором, привлекать желаемое, там написать там, просто проявлять себя и быть. То есть, это некая позиция личной силы. Куда не надо ходить в таком состоянии? Да, в чужой монастырь. То есть, но как? Пока вы просто несете личный договор, это одно, если вы добавите к этому аспекты своей силы, аджни, то это будет прийти в чужой договор, в чужой монастырь, в максимуме своей развернутой силы. В полицейский участок, может быть, и надо ходить, если вы хотите, как бы, если вы чувствуете необходимость поднять революцию и взять их всех под контроль. Значит... Но, вот, скажем, что такое как раз... Вот, как сейчас, да, мигнуть черным экраном и себя на секундочку исчезнуть. Меня слышно? Отлично. Так вот. Значит, вот смирение — это умение свернуть пространство, свернуть объем, в который вы приходите, свернуть включенность своей силы, да, и вы можете прийти в храм, не включаясь в... не включаясь, как бы, вот... в его договор, удерживая вокруг себя. Так вы можете, конечно, не почувствовать силу места, но, по крайней мере, вы, если не проводите это слишком активно, вы, как бы, месту, где есть силы, не мешаете. Если вы придете в какое-то место силы, максимально развернув свой договор, он будет с ним несовместим, для этого места вы будете инородным объектом. Вот. Вот. Когда-то гулял я по городу Стамбул. Зашел в одну из центральных храмов, которые держали место. Вот. Я, как бы, был, как бы, в некоторой силе, в экспансии, и как-то я включился в эту точку, просканировав, и как-то я включился с какой-то неаккуратной мыслью себя развернув. В результате я почувствовал, что место на меня отреагировало, и отреагировало примерно вот как на инородное тело из серии, что вот этот объект лишний, надо его, как бы, из своего пространства удалить. Было довольно забавное чувство, то есть, которое я потом использовал в целом ряде, ну, оно было мне знакомо по ряду старых боевых, как бы, воздействий, когда все пространство конфигурируется так, что вы становитесь, как бы, для него чужим объектом, формирует для вас зоны неблагоприятности и помечает вас так, что любое, все, что вас в этом пространстве будет замечать, должно проявлять к вам враждебность. То есть, значит, ну, затевать войну, как бы, находясь не в своем домене, это последнее, что вам хочется на отдыхе, надо было как-то ситуацию решить. Да, то есть, я нахожусь в мечети. Прятаться трудно, ходить постоянно увешанными защитами плохо, а как бы остаться в таком состоянии, когда на вас пространство отреагировало, это, как бы, иметь возможность не дожить до конца отпуска. Вот. В результате, то есть, я понимаю, что нужно как-то показать пространству, что я здесь с уважением, некий акт смирения. Я подхожу и бросаю там, ну, просто какую-то денежку в копилку для пожертвования, бумажную денежку достоинством в миллион, там, каких-то рупий, что примерно была цена, там, пол шавермы. И пространство расслабляется, да, то есть, иногда вот бывают некие действия, когда вы, то есть, экспансия, она чудесна, но надо понимать, где и когда ее делать. Значит, это такой был забавный опыт. Кстати, очень хорошо тогда я запомнил само это ощущение, когда пространство перестраивается. На этой базе можно какого-то человека пометить, если вам нужно, чтобы пространство было к нему дружественно или, наоборот, максимально недружественно. Вот. Поэтому, если будете лезть в какие-то места силы и включаться, экранировку можно держать, но включиться в какое-то место, максимально развернув свою силу, если оно агрессивное или этого не любят, это как бы бросить месту вызов. А держать свой договор, это хорошо, потому что вы тогда не обязательно агрессивны, то есть, оно на вас не воздействует, а это как раз позиция, с которой вы заключаете контракт, а не просто становитесь проводником чьей-то силы. Да, если договоры магов не только разные, но и противоположные, и каждый как бы давит своим, то тогда может происходить разные вещи. То есть, когда вас может из какого-то пространства начать выдавливать, если там живет как бы практик более высокого уровня или такой же, которому вы мешаете. А если вы разные, то вы просто не мешаете друг другу. То есть, если у вас как бы существа в одной экологической нише могут конкурировать, вот, но панды обычно или калы не конкурируют с рыбами. То есть, если договоры разные, то вам это не мешает. Если общая линия развития может объединяйться. Да, запись будет. Конечно. Но это как раз типичная тема, почему как бы иногда происходит некоторое давление или территории, или когда какой-то вот вы приезжаете в город, чувствуете, что место кем-то занято. То есть, ну, редко бывает так, что вы какому-то большому магу можете мешать, если он способен занять место. Но, помнится, одни мои друзья и коллеги хотели жить в одном европейском городе, который был кем-то занят. Да, и прибыл в этом городе, значит, они почувствовали, что их оттуда выдавливает. Ну и вопрос был там, затевать ли, вот, маленькую победоносную войну или просто уехать в другое место. Тема с делением территории. Территории не делят, потому что не хватает ресурсов. Территории делят, потому что договоры могут быть разные. Допустим, я живу и продвигаю, ну, какой-нибудь там христианский договор, я как бы там хочу там каким-нибудь христианским договором с христианскими традиционными ценностями вот распространить его на какую-то территорию. Говорю, мир такой. А вы живете и хотите продвинуть другой договор на этой же территории, там, коммунистко-этеистический. Наши договоры не совпадают. Если наша личная сила, как бы, то есть, ну, велика, то есть, то в рамках этой территории мы начинаем мешать друг другу. Ну, как вы можете позволить каждому, то есть, ну, можно, конечно, каждому позволить выбирать себе это вероятность. Ну, представьте себе, вот, кто-нибудь, ну, как вам сказать, представьте себе, то есть, в чем идея некоторая прогрессора. Все равно, как бы, есть аспект, это не просто, что вы можете позволить выбирать себе. Ментальное тело большое, оно растет. В рамках вашего ментального тела происходят изменения. Допустим, вы живете в договоре, что женщины, внимание там, да, представьте себе, еще там лет 300 назад, они тоже люди, их можно учить, читать и писать, им можно позволять голосовать, принимать противозачаточные таблетки, не рожать, разводиться, ходить в брюках, иметь свои счета в банках, заниматься магией и прогрессировать. И вот вы живете в таком вот странном, ужасном, чудовищном договоре. Вот. А кто-то живет в другом договоре, да, там, что вот есть, ну, некто, там, вот, ну, такая-то модель, у него, как бы, сила, она его как-то иначе распространяет. То есть, если ваши договоры плюс ваша сила, да, то есть, как-то противоположные по знаку, то вы начнете друг другу мешать, потому что мешают друг другу ваши договоры. Ваши договоры, вы так или иначе все равно обычно являетесь членами каких-то эгрегоров. Ваши эгрегоры не всегда совместимы на данной территории. Понимаете, договор, который справедлив ко всем, он не будет. Договор, который не насилует людей, любая справедливость и любые договоры, то есть, представьте себе, значит, что кому-то ваша справедливость не нравится. То есть, демократия, да, то есть, должны ли демократические принципы применяться к тем группам, которые отрицают демократию. Непонятно, да? То есть, нужно ли вам распространять ненасилие на тех, кто принцип ненасилия не соблюдает. То есть, справедливость это человеческое понятие, личная позиция. В мире, как бы, с точки зрения мира, ему что такое справедливость непонятно, да? Вот, непонятно, насколько с точки зрения зайца справедливо, что с него съедает волк. У него могут быть на эту тему свои взгляды. Вообще, как бы, непонятно, как в мирах пищевой цепочки использовать принципы справедливости. У вас могут быть разные взгляды на прогрессорство. Я объяснил, почему, как бы, возможно деление территории, да? Мы живем в мирах пищевой цепочки. Мы не живем в светлых мирах, где пищевой цепочки нет. О какой справедливости здесь может идти речь? Какая справедливость в мирах пищевой цепочки? Вы чего? Вот у меня есть знакомая, которая сильный маг, которая считает, что весь этот мир кормушка для демонов, и никакой справедливости в мирах пищевой цепочки нет, и все грустно. Они считают, что мир этот, в целом, симпатичный. Так вот, когда мы взаимодействовали и расходились как бы резко, наши договоры, поскольку нам интересно, пространство плющили, и когда мы расходились, пространство распрямлялось и било по всем, кому не лень. То есть там происходили какая-то вот именно обычная не столько по нам, сколько по нашему окружению. Просто потому, что наши договоры разные. Что она как бы вот транслирует тот договор, который я вам говорю, что типа какая справедливость в мире, где все кормушки для демонов в мирах пищевой цепочки. Я считаю, что этот мир симпатичное место. А почему мы это допускали? Потому что, то есть, поначалу, когда мы общались, мы иногда не видели, как было у Бориса Моносова, тогда, что мы припираемся, значит, уже там один целый час, десять деформированных минут и двадцать деформированных секунд. Потому что иногда вы сначала не отслеживаете договоры. Вот. А совесть мы сейчас не трогаем, потому что мы сейчас о практике. Вот. Суть этой практики понятна. Теперь смотрите, что я сейчас хочу. Пока. Держите. Есть еще вот эта некоторая активация, да? Вот. Активация вишудхи. Вот в этом состоянии создайте следующее ощущение. Можете взять живого человека. Можете даже взять фотографию живого человека и на него настроиться. Обычно я там, ну, за этичные воздействия. Но сегодня там Новый год, первое занятие. Ни в чем себе не отказывайте. Вот. Значит, если живого человека нет, можете попробовать просто вот звук голоса своего сейчас надиктовать на диктофон, произнести что-то в пространство. Но это как бы некоторая заглянательская практика, что делается из этой позиции. Можете взять, позвать какого-нибудь человека сюда, который там плохо уроки делал, сказать ему так, стой тут. И вы сейчас делаете следующую вещь. Вы активируете вишудху и чувствуете вот эту самость. Активируете ашну. Создаете некий образ. Я не сторонник визуализации, но здесь образ хороший. Что у вас вишудха горит голубым огнем. Вот. И некоторые вот вы можете создать некоторое ощущение голубого пламени, которое выходит и горит перед вами. Ваши слова. То есть вы их говорите из глубины. Вы не давите. Вы не напрягаетесь. Очень важно, чтобы вы умели транслировать что-то, не напрягаясь. Чтобы не путать работу ментала и работу тела. Ваши слова проходят через вот это голубое пламя, через энергетику вишудхи, становясь плотными, информационно наполненными. И будучи плотными, информационно наполненными энергией вишудхи, вот этим голубым пламенем и активацией, то есть они попадают внутрь объекта. Вы как бы говорите их. Настроившись на объекты, вы чувствуете, что ваши слова попадают в его вишудку и попадают в его ажну. То есть вы почувствуете, что каждое слово обретает субстанцию. Вот. Как есть некая информационная плотность. Вот вы настраиваетесь на то, что мир полон информации. И в каждом вашем слове много информации, что за ним стоит много знания. Оно веское, плотное. В нем присутствуете вы, ваш закон. И вот вы чувствуете, что... То есть представьте себе вот некую плотность. Вот, допустим, есть человек, который знает слово Леонардо да Винчи. Есть тот, кто прочитал про него в Википедии. Есть тот, кто про него написал докторскую. Тот, кто говорит Леонардо и написал докторскую, у него за этим вот вся семантическая сетка, весь набор знаний. И ваши слова, обретая вот эту плотность без нажима, то есть без усилия с вашей стороны, мягко проникают в мишень. Вы можете как бы произнести эти слова пространству. Вы можете произнести эти слова, если это позитивное пожелание, Новый год все-таки другому человеку настроились на его фотографию, поймали и говорите, ты чудесный, хорошо, что ты есть. Я в тебя очень верю, у тебя все получится. Я хочу, чтобы ты это знал, хотя ты далеко и меня не слышишь. Но я знаю, что это так, и у тебя в жизни скоро пойдут какие-то чудесные изменения. Ну, начните с хорошего. Или позовите кого-нибудь, скажите, дорогой муж, иди сюда. Стой. Буду на тебе практиковаться в искренности. Попробуйте почувствовать, как слова проходят через это голубое пламя и попадают в мишень. Поймайте состояние. Мы с этим потом поработаем глубоко. Понятно задание? Хорошо, давайте действуем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 В практике заклинателя вы еще и говорите это человеку, чувствуя, что в нем живет маленький ребенок, не он нынешний, а маленький ребенок, к которому вы обращаетесь. Не с позиции взрослого, который имеет право командовать, а вот с позиции некой информационной плотности. Как ощущения? Спасибо. То есть почувствовали, насколько сама позиция усиливает подобную работу Вишудхи. Когда вы захотите кому-то сказать, что вы его верите, когда вы захотите, чтобы ваше слово до кого-то дошло, чтобы ваше слово, то есть как до Штирлица, помните, не дошло донесение из центра. Донесение не дошло до Штирлица, даже когда он перечитал его во второй раз. Если вы захотите прочитать стих с выражением, чтобы этот стих там стал магией, неважно что, то есть если вы хотите, чтобы человек поверил в то, что вы говорите, вы можете использовать эту позицию. То есть это один из навыков. Для чего нам эта позиция нужна? Мы на курсе ее поотрабатываем в качестве воздействия Вишудхи. Для чего нам нужна эта позиция, как бы, вот, еще? Ну, вы, наверное, знаете, я рассказывал, то есть о том, что я дружу с одним очень замечательным мастером Олегом Бахтияровым. Так вот, система Олега Бахтиярова, то есть их девиза системы «Я, я есть, я есть воля». Олег преподавал в буддийских датсанах, как бы, и дружен был с буддистами, там, главными буддистами Калмыкии, позиция которых, что никакое «Я» нет. И основная позиция буддизма, да, вы помните, это вот она, да, вот, да, то есть отсутствие «Я». Так вот, как же практик, основывающийся, почему же буддисты, да, то есть пустили преподавать к себе, именно, буддистам, психопрактики человека, основа чьей системы «Я, я есть, я есть воля», как он преподает людям, у которых основная позиция, что «Я» никакого нет. Парадокс. Вот, значит, но, по сути, здесь оказалось все просто. Этот глава буддистов был человек толковый, он сказал, прежде чем устранить «Я», надо его создать. Прежде чем, чтобы услышать мир и себя отодвинуть, надо себя кристаллизовать. Если вы кристаллизованы, да, то есть можно отодвинуть кристалл, но тяжело отодвинуть облако или клуб дыма, да, оно все время будет присутствовать. Если вы хотите, если вы есть, если вы четко слышите свой договор, если вы четко слышите «Я» фильтр, то вы можете тогда как бы и достичь смирения. Только тот мог, помните, у Кастанеды слушать нормально работать с нагвалем, у кого был укрепленный тонарь. Это и есть укрепленный тонарь. То есть, если вы не создали «Я», если вы не чувствуете индивидуальности, вы не можете почувствовать «Не я». Если на самом деле вы собраны из кусочков других людей, то о каком там «Не я» может идти речь, вы как бы довольно тяжело эту личность отодвинуть. Чтобы личность отодвинуть свою в сторону, она должна быть. То есть, если вы не понимаете, где звуки там вашего организма, а где звуки других организмов, да, то как вы будете к ним прислушиваться? Вот. Один из моих знакомых мастеров рассказывал, что он, значит, присутствовал в Москве на каком-то слете там эзотериков. Он сам как бы не позиционирует себя как эзотерик, он больше в виде наборец. Вот. И, значит, он рассказывал, что там были какие-то там три эзотерика, которые ходили, так говорили. Ну, вот эти-то все там новички, недоучки. И тут, значит, у кого-то заурчало в животе. Один так говорит, это ты. Другой говорит, нет, это ты. В общем, они как-то поспорили. Его поразило, как люди, которые, значит, легко гуляют там, по их словам, там, вот в вершинах астрала, вот, значит, и отличают одни тонкие вибрации от других сверхтонких, не могут понять, у кого из них урчало в животе. Так вот, только если у вас есть я, вы можете как-то отодвинуть и услышать мир по-настоящему. Иначе, как бы, вы не будете понимать. Я нужно не только для этого, потому что я, которое ваш особый отпечаток ментала, это только часть я. На каком-то этапе вы обретаете истинное я другого порядка, на каком-то этапе у вас ваше я соединяется с духом, и вы вообще уже не паритесь на тему того, есть ли у вас я или нет. Вот, но эта позиция не только важна для любых воздействий, будь то психотерапия и прочее, она важна для того, чтобы, например, уметь я осознанно отодвигать. Например, если вы хотите говорить от своего «не я» или впустить в себя силу эгрегора и работать через чужую силу, стать проводником, как вы это сделаете, если вы четко не понимаете, где вы, чтобы себя отодвинуть? Да, то есть, понятно, да? Вот, это одна из вещей, для чего мы работаем с этой позицией. Вот эта позиция, вы чувствовали, что она как бы укрепляла вот ментал на каком-то уровне, да, то есть вы чувствовали себя прочнее, именно свое сознание прочнее. Создание вот этого «я» фильтра является основой и психического здоровья, и избежания разокременности ментала, и умением отделиться от других сущностей в верхних мирах, чтобы просто не стать, не было неконтролируемого слияния. Помните, был такой анекдот, где красную шапочку ловит серый волк и предлагает ей слияние или поглощение. Так вот, если вы будете, там сказать, гулять в верхних мирах только из «я» позиции, вы ничего не увидите, но не обладая «я» стержнем, как бы, уже глубокие контакты, они будут происходить по принципу слияния или поглощения. А «я» фильтра будет методом экранировки. И, собственно, именно «я» фильтр позволяет, ну, как бы, его усиление дает многие вещи, как там защиту от эграйверов, и его убирание дает возможность истинного ведения мира. Но вот та прочность, которую вы ощутили, это была некоторая структуризация и усиление ментального тела Вишудхи. Мы вроде бы не работали с энергетикой, тут был аспект некой ментальной дисциплины. Вот, понятно? Вот, что вы можете поделать на протяжении этой недели? Это создавая вот это чувство «я», попробуйте поделать его немножко в коллективах, или создавая вот это чувство «я», вы сможете почувствовать, расширяя его там, где есть другие люди, вы сможете почувствовать, мешает он им, помогает. Или же, то есть, через это вы сможете лучше почувствовать, чем этот человек отличается от вас. Лучше ощутить в нем его индивидуальность и ей помочь усилиться. Это делается не обязательно для давления, но для лучшего понимания, чем этот человек индивидуально. А также стоит ли именно этим аспектам его индивидуальности давать проявляться? Возможно, именно в этом он и симпатичен. Понятно, да? Как-то помню в дискуссии с одним человеком у него была интересная мысль. О том, что зачастую люди любят вокруг себя людей с четкой, яркой, выраженной индивидуальностью, которую давят на мир. Скажите мне, почему? Помогают ли такие люди в ряде случаев раскрыться в вашей индивидуальности? Если нет, то почему, если да, то как? А если просто навязывают, то ладно. Если просто себя объявляют ярко в мир. Понятно. Тогда, ну тогда я, наверное, сейчас вам скажу что-то, что вы знаете. Знаете, как, там сказать, проще всего произвести впечатление мудрого человека. Вы должны сказать человеку то, что он давно знает, но так, чтобы это ощущалось немножко по-новому. Вот сейчас я попробую это сделать. Да. Значит, теперь смотрите. О чем мечтают большинство людей для управления собой? Они мечтают о точке отсчета. Согласны? То есть человек, например, хочет, вот человек надеется, что он там прошел через войну, и он теперь понял, что такое истинная ценность жизни, уже на человека в очереди орать не будет, потому что знает, казалось бы, где жизнь, где смерть и где очередь. Но проходит пару лет, и на кого-то прекрасно в очереди орет. Называется адаптация. То есть люди мечтают о точке отсчета, о неком истинном я, значит, относительно которого человек всегда будет знать, что правильно, что неправильно. Понятно, да? И вот тут Валера пишет, вот, собственно, вот, что же дает такой другой человек. Большинство людей не очень знают себя, они сами меняются. И они не всегда понимают, какие же они в данный момент. Что же они чувствуют, как их сознание изменено. Но, когда же рядом появляется кто-то, у кого есть внутренний стержень, вы относитесь, то есть иногда человек относительно него лучше понимает себя. То есть вы изменяетесь, да, а у него вот эта яркая индивидуальность, и он четкий, и он такой всегда. То есть почему, как бы, иногда люди в разных состояниях любят приходить, не знаю, к каким-нибудь там барменам, которые вроде бы всегда в одном и том же. Тот, кто находится всегда в одном и том же, становится камертоном, новой точкой отсчета и точкой настройки, чтобы лучше себя померить и узнать. То есть вот эта чужесть является способом подсветить самость. В таком случае помогают. Именно поэтому люди иногда любят ярких людей. То есть ярких персонажей. Похожесть тоже помогает. Вы знаете, мир прекрасен тем, что в нем больше, чем одно помогает и больше, чем одно мешает. Понятно, да? Теперь скажите мне, а чем же столь... Поэтому, если вы, да, то есть, скажем, всегда находитесь в одном состоянии, то есть или у вас четкая индивидуальность, то другие вас могут любить за то, что вы являетесь для них некой точкой опоры отсчета и познания себя. При условии, что вы, как бы, ну, конечно, их там жестко не плющите. То есть некоторые любят, чтобы вы их жестко плющили, но лучше держитесь от таких людей подальше. Вот, не надо на себя тащить прихлебателей. Значит, теперь... Чем же прекрасен? Вот, можно сказать, что я на семинаре отдавал умение там о чем-то не думать, что-то не помнить. Значит, вот это умение является ключом к истинному 22 аркану. То есть 22 аркан можно знать, ну, примерно, да? Можно ли считать, что русским языком владеет тот, кто владеет русским алфавитом? Ну, как бы, ключ у него есть, но это маловато, да? Можно ли считать, что русским языком владеет тот, кто владеет там тысячи русских слов? Ну, то есть точно так же и 22 аркан, ну, и можно владеть по-разному. Так вот, 22 аркан позволяет любопытным образом отодвинуть вот эти границы своей такой личности и перейти в интересное состояние. То есть почему? А то есть многие считают, вот, скажем, что когда они входят в какой-нибудь транс или гипнотический транс, что это как бы некая потеря свободы. Но на самом деле часто это обретение свободы, вот почему. Любая личность имеет свои интересы, любая личность целенаправленно, то есть цели, определенность, это всегда рамки, согласны? Рамки, то, что называется словом фрейминг. Когда же вы, секундочку, забываете про себя, про свои цели, можете себя отодвинуть, вы переходите в состояние дефрейминга, отбрасывания рамок и способны увидеть новые ресурсы. Так вот, но чтобы себя отодвинуть, нужно себя сформировать. Сейчас, поскольку вы себя сформировали, мы попробуем с вами немного послушать мир. И вот в этом слушании мира вы будете практиковаться дополнительной практики, вот, ну, еще на неделю, то есть эту неделю, вот, вот, думаю, вам будет интересно. Я хочу сейчас, чтобы вначале вы попробовали удержать внутреннее безмолвие, хотя бы несколько секунд, вот, по моей команде. Готовы? То есть удержать внутреннюю тишину. Так, включаю секундомер. Приготовились, по моей команде, держат внутреннюю тишину. Ни одной мысли, ни одного образа. Смыслы могут быть, но ни одного образа, ни одного слова. Так, приготовились. Начали. Стоп. У кого получилось все это время держать внутреннюю тишину? Вроде да, 10 секунд. Нормально. 12 секунд, помните, в некоторых определениях Мегакананды, хотя кто-то считал, что он просто шутил там для европейцев, это было то, что называется Дхарана, концентрация. 12 и 12 Дхаран давали медитацию, 12 Дхиэн давали саман. Значит, теперь смотрите. Включите перед собой секундомеры. Сосредоточьтесь на аджно-чакре сейчас. Ненавижу, потому что на аджно. Значит, ваша задача. Вы включаете секундомер, просто на него смотрите. Держите. Внутреннее безмолвие 5 или 6 секунд. Но полное. Вот даже смысл не шевелится. Убрали ожидание. Потом, после 5 секунд, 6 секунд расслабляетесь. И опять 6 секунд внутреннего безмолвия, 6 секунд расслабления. Понятно? Внимание на аджно. Попробуйте сделать это, то есть на протяжении, скажем, 2-3 минут. Поехали. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто спокойно продолжайте. Кто может, сейчас делайте другие паузы. 10 секунд безмолвия, 10 секунд отдыха. Убедитесь, что во время безмолвия тело расслабляется. Попробуйте сделать даже такой протокол. Во время тишины тело расслабляется, а во время ментального отдыха чуть напрягается. Продолжение следует... 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 Наоборот, ментал от этого на каком-то этапе заряжается. Несмотря что вы называете кислородом, да, он активный после предыдущей практики, хочется информации. А с другой стороны, внутренняя безмолвие заряжает ажу. А вот теперь, значит, смотрите, сразу некоторый секрет, который, к сожалению, то есть мне этот секрет рассказали поздно, а если бы рассказали там, не знаю, когда мне было там 9, я приступал к практикам или там 5, то мои практики шли бы быстрее. Вот, все практики... На выдохе, да, часто проще. Все практики вы должны уметь делать, совмещаясь с состоянием расслабленного тела. Потому что, во-первых, многие люди путают мышечное напряжение и задержку с ментальными действиями. Во-вторых, если практика у вас связана с физическим напряжением, то это значит, что вы не сможете применять ее в повседневности. Вы будете уставать, организм воспримет это, как то, что я напрягаюсь, нафиг надо, и отрубит. Вот если взять вот только это знание, вот этого занятия, и больше даже ничего никогда не выучить, ну, в смысле, ничего никогда, это многое изменит. Я повторяю здесь некоторые вещи, которые вы слышали на семинаре, но вот повторение не только мать заикания, то есть у него есть свои полезные бонусы. Значит, то есть очень многие люди, вот они как делают, ну, тут, может быть, так не видно, но, то есть вот внутреннее безмолвие, и в смысле, они делают так. Отдых. Внутреннее безмолвие. Отдых. Или там уверенность. Там типа расслабление. То есть, если вы можете внутреннее безмолвие держать только на задержке дыхания, или любое дыхание вас сбивает, если уверенность для вас это обязательно, вот так, вы не сможете в этих состояниях жить. То есть, если для вас, как бы, вот некоторое состояние, как бы, власти, это все время, там, я на троне, там, вы, то есть, вы не сможете так командовать. Да, вы будете уставать, вы закончите с пояса. То есть, власти, у нас может быть не обязательно такой. Вот если вы можете расслабленно сидеть и говорить, ну, смотрите, там колхоз сделал добровольный, хочешь поехали, не хочешь стреляем. Если вы можете это заякорить на нормальном, ну, каком-то состоянии, вот, то и пожалуйста. Вот, если вам нужно на состоянии мобилизовывать тело, то это все, ну, то есть, уже не жизнь, а работа. Да, вы сколько-то можете продержаться в таком режиме, но любые вещи, относящиеся к вашему уровню, вот, не должны отражаться на теле. То есть, если для того, чтобы решить таблицу умножения, вы же думаете, сколько же будет это, 7 и 8, ну, сколько, вот. Вот, ну, как бы, значит, у вас не очень высок уровень, и вы так много предметов, много примерчиков не решите, закончитесь. То есть, поэтому, учитесь с самого начала все состояния якорить на расслабленное тело. И здесь, да, вот, как правило, цитируя Мюнхгаузена, говорит Каян, именно так, умное лицо не признакомо. Значит, поэтому, да, говорит, что у господина Борона для него думать естественно, поэтому лицо у него простое. Значит, поэтому существует хорошая практика. Ментальное расслабление. То есть, да, вот это внутреннее безмолвие или ментальная активация сочетаем с расслабленным телом. То есть, ментал активный, тело расслабленное. Или внутреннее безмолвие, тело расслабленное. А отдых, например, вы можете совместить с напряженным телом. Тогда вы не будете это путать, вам легче будет совмещать сложную ментальную практику с расслаблением. И значит, она станет частью вашей жизни. Ну, окей? Есть? А теперь давайте поделаем с вами практику, которую, то есть, я немножко касался этого на семинаре. И это будет некоторая вещь, касающаяся таких основ делегатии, основ слушания пространства. Ну, в рамках первого занятия мы сделаем это в таком упрощенном варианте. Более сложных, но там просто я там буду разбирать и более подробно. Труб на базу, пробняет. Для эфирной работы бывает полезно, но нужно сдержать некое натяжение и работу сухожильных групп. Ну, понятно, если очень напряженной рукой хорошую эфирную работу не сделаешь. Итак, сейчас я хочу, чтобы вы сосредоточились на вишутке и на ашне, установили внутреннюю тишину, заполнили вот это яркое ощущение «я», вот себя, и вот это ощущение отбросили. И, направив внимание наружу, послушали меня. То есть, представьте себе, вы настроились на чистоту, где вы думаете, где есть очень яркие «вы», то, что вы получили, вот «я», 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 то есть мои мысли, то есть моя самость, моя индивидуальность. Мы настроились на вишутке и на ашне, установили внутреннюю тишину. И вот это ощущение своей самости отодвинули, убрали с него внимание, как бы ощутили его как сигнал, и этот сигнал откинули. И слушаем, что же есть вокруг в мире, что является мной. То есть, слушаем теперь мир на этих частотах, слушаем ментальный фон вокруг. То есть, вы установили внутреннее безмолвие, чтобы убрать свой ментальный фон, вы убрали яркие сигналы своей личности. И вы направили внимание наружу и просто слушаем мир. Единственное, вы можете изначально вниманием охватить некий объем. То есть, смотрите, вы слушаете мир в неком объеме, но если вы будете сознанием менять объем, вот я себе представил дом, я себе представил город, то я уже продуцирую мысли. А мы стремимся, чтобы наши мысли были как можно более тихими. И как бы вот в это и слушать, отбросив себя. Но может для настройки, да, подумать о каком-то человеке. Хочу услышать там фон мыслей Пети. Подумал о Пете, как-то сознание за него зацепилось, дальше мысли убрал. Попробуйте просто слушать сейчас, даже если ничего не придет, ментальный фон вокруг. Как некое гудение, вот шевеление на частотах и шутхиадж, на которое идет снаружи. Есть? Понятно задание? Давайте. Продолжение следует... 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 По конкретным людям, да. То есть, ну, когда отбрасываем себя, он слышит, ну, что там что-то есть, что оттуда идет какой-то сигнал. Значит, давайте так, если эта практика не получилась у вас за пять минут, продолжайте ее делать. Если просто сидеть, устанавливать безмолвие, откидывать свои мысли и слушать на этих частотах мир снаружи, обязательно ментальные сигналы приходят, они придут всегда. Вы не обязаны сейчас понимать этот поток, вначале надо научиться слушать, потом он будет приходить. Понятно, как умение создать свое «я» помогает ему потом отодвинуть и начать слушать мир. Игра горда будет слышаться выше, надо через Сахасану слушать. Вы просто сейчас услышали ментальный фон. Если вы услышали ментальный фон, то тогда вы будете лучше чувствовать со временем, как вы на него давите, кто вносит в него помеху. Придите в место, где ментальный фон громкий, где какие-то люди громко думают или что-то решают. Настройтесь на себя, отбросьте себя и слушайте вот ментальный фон в офисе. И вы вот реально почувствуете, как шевелятся мысли у одного, у другого, как влияет на офис там его концентрация. Вы будете слушать этот ментальный фон все больше. Когда научитесь его слушать, то вы не только научитесь подключаться к информационным потокам, но и на него влиять. Но это уже часть непосредственно курса в дальнейших занятиях. Давайте сейчас. Кроме всех этих прекрасных вещей про воздействие на мир, я как-то сегодня не озвучил другую не менее важную часть курса. Внутреннюю свободу и воздействие на себя. Я хочу сейчас, в завершение занятия, дать вам еще одну практику, мы ее подробно разберем. А именно умение ощущать ментальные следы, следы смысловых активаций, которые возникают у вас в сознании. Бывает у вас такое, наверное, что вы с кем-то поговорили, говорили о какой-то теме, уже не говорили о ней полчаса, забыли в голове, ничего там не было. Но вы чувствуете, что вот когда в следующем разговоре там что-то всплывает, то внезапно след этой предыдущей темы влияет на вас. Ну, я думаю, ощущали регулярно, правильно? То есть, обратите внимание, оказывается, что на вас постоянно влияет содержание каких-то предыдущих информаций, которые в данный момент даже не присутствуют в вашем сознании, ни в виде формы, ни в виде слов. То есть, вы говорили с кем-нибудь тогда о трех мушкетерах час назад, а потом, когда кто-нибудь вспоминает Францию, то вас сразу там Д'Артаньян с Д'Этревилем. А если бы вы говорили час назад о бажале и дегустациях, то когда кто-нибудь вспоминает Францию, вы сразу подумали о рейских шампанских и вдовек ляков. Ну, возможная ситуация, правда? Ну, то есть, я думаю, постоянно. То, что называется праймингом. В вашем сознании постоянно остаются активированные смысловые сети, которые вы не осознаете, но которые на вас влияют. В результате происходит то, что вы не знаете и не определяете, то, какой будет ваша реакция на что-то через, не знаю, час после разговора. В какой-то степени вы не знаете, о чем после час разговора вы предрасположены думать. Но представьте себе, если бы вы умели отслеживать это хорошо, то вы бы знали, ага, вот во мне сейчас в сознании есть некий шлейф разговора о Франции, я его не осознаю ни как форму, ни как слово, он присутствует как чистый смысл, и это значит, что на протяжении дня любые разговоры на этой теме активируют именно его. В таком случае вы могли бы осознавать на глубинном уровне, как вы предрасположены реагировать в данный момент времени, и это непосредственно ощущать. Поскольку я говорил, что мы работаем с ментальными телами, работа с ментальными телами требует других навыков, часть этих навыков это искусство, и часть этих навыков, которыми мы будем нарабатывать весь этот курс, это умение мыслить в смыслах, умение мыслить в слое, где нет ни форм, ни слов, ни ощущений, мыслить в чистых смыслах и осознавать их воздействие на свое сознание. То есть тот, кто осознает, как мысли, которые присутствовали, вызовут у него какие-то мысли через час, обладает другой степенью свободы. Он обладает другой степенью управления собой и преодолением условностей. Понятно? Сейчас мы с вами сделаем одно упражнение. Я опять же так немножко забегаю вперед, мы детально с этим поработаем. То есть первое занятие, оно и позаниматься с вами, и познакомить с некоторыми вещами, которыми будем заниматься более глубоко. Вот я вам зачитаю название, значит, с каких-нибудь книжек с Википедией. А вы после каждого названия отмечаете некоторые ощущения вот моментально-смыслового следа, который остается. То есть возникло название, вы ее не думаете, просто увидели, что у каждого названия другой отпечаток. Вот какие-то образы возникли, все. Дали им поблекнуть. Вот, значит, то есть после названия приведите мозг в тишину. Но вы будете чувствовать, что тишина, в которой вы привели мозг после названия, например, черная метка, это не та же самая тишина, в которой вы привели мозг после названия пестрая лента. Понятно. Попробуйте вот это услышать. Вот, читаю название. Месяц малой темноты, люди большой медведицы. Вот ощутите некий ментальный привкус этих слов. Теперь уберитесь все из сознания, создайте некую малую внутреннюю тишину. Не глубочайшее внутреннее безмолвие, а просто убрали из сознания все мысли. И ощутили некий вот шлейф этого слов в своем сознании. Наказание богов. Услышали это, ощутили его смысл как вкус, убрали его из сознания, отчувствовали, что безмолвие после наказания богов не такое же, как после месяца малой темноты. Репортаж с того света. Вот и опять убрали. Гавана-столица парадоксов. Вот и ее убрали. Платина и шоколад. Попробуйте почувствовать, что от каждого остается некий ментальный шлейф. А теперь позвольте дать этим всем шлейфам тихнуть. Вот отбросьте все ментальные шлейфы, которые только есть. То есть вы почувствуете, что ментальная тишина, которая у вас есть, она не полностью тихая. В ней есть отголоски, вот эти ментальные отпечатки. Попробуйте их посозерцать и откинуть. И тишина станет более глубокой. И теперь установив вот эту более глубокую тишину, попробуйте услышать ментальный фон снаружи. Вы услышите его лучше, ярче. И просто слушайте. Может быть там промелькнет чья-то яркая мысль. Чем глубже ваша внутренняя тишина, тем более тонкие колебания ментального фона вы отслеживаете. Спасибо. 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 Очень хорошо. Попробуем. Отлично. Как ощущение? Почувствовали, что каждая информация оставляет свой след? Семантически. Тот, кто осознает эти следы, может увидеть, что в том, что вы считаете тишиной, они все время присутствуют. Вот это то, что называется самскара, ментальные следы. Тот, кто может отбросить явные следы, переходит к все более глубоким. На самом деле база не очень сложная. Любой человек чувствует, что ментальный след и от сознания после слов, там, знаки ночи, не такое, как сознание после слов, там, не знаю, там, жажда утра. Но тот, кто может созерцать, как этот след остается, как он изглаживается, другой информацией обретает другой контроль. Тот, кто способен отбросить хотя бы внешний вот этот слой колебаний, уже может слышать неплохо мысли окружающих. Тот, кто сможет отбросить более глубокие следы, услышит и глубинные мысли, а главное, услышит и свои глубинные программы. Тот, кто отбросит свои глубинные программы, увидит и кармические отпечатки, и программы монады. Да, то есть тогда вот вы слышите, что вы именно в ментальном поле. Леонард, когда я здесь говорю об ощущениях, то понятно, что есть тонкие ощущения. Тонкие ощущения – это вибрация, энергетика, смысловые различия, тоже можно назвать ощущения. Под ощущением я скорее понимал, там, тактильные ощущения, именно ощущения больше физического, эфирного характера. Номер один. Я примерно да, если мы говорим об одном и том же. Большинство людей никак не ощущают, какие ассоциации у них будут в следующий момент. Представьте себе, что вы в каждый момент знали, какие ассоциации у вас пойдут в следующий момент, еще до того, как они пошли. Вы бы знали, как каждое содержание структурирует сознание. В этот момент вы бы могли хорошо знать, о чем вы подумаете, до того, как вы об этом подумали. В принципе, для людей это тоже нормально. Человек говорит вам так, не рассказывай мне про это, а то я начну об этом думать, опечалюсь, и будет мне плохо. Я об этом думать не хочу. То есть человек может предвосхитить результат своих вычислений, подумать не думая. Вы будете делать это на другом уровне. И вот одной из важнейших задач на этом курсе будет обучить вас работе со смысловыми слоями, с чистыми смыслами. Как чистые смыслы влияют на событийное пространство, вызывая совпадение. Как чистые смыслы управляют вами. Как чистые смыслы объединяются и действуют как программы вашего поведения. Как чистые смыслы используются в копировании качеств. Как мыслить в чистых смыслах. Как управлять менталом на этом уровне. Ну, вот как кто-то уже говорил, освоить ментальную магию все равно, что начать осваивать магию заново. И вот мы в рамках этой программы, я там аппликовал программу Дрин, мне кажется, что она понятна. То есть мы поработаем и с Вишутхой, вообще как с личностью, и с ее симхами, например, что сегодня мы немножко работали с силой слова. Мы поработаем с ее травмами. То есть, да, там, с травмами алгоритмов поведения, вообще травмами Вишутхи, связанными с такими аспектами, как обиды, травмами предыдущих жизней, как их корректировать. То есть мы посмотрим, в чем отличается мышление на Вишутхе от мышления на Аджне, мышление в рамках разделения мира от мышления в целостных категориях. Мы посмотрим с вами на глубинную структуру Аджны, Сахасрары. Вот, значит, именно какие подчакры в них входят и как работать с каждым. Мы посмотрим, как работает Аджна в режимах видения и воздействия. Вот, как выходить на нея и ментальное тело Аджны, и какие у них ситхи. Мы изучим тело Сахасрары, ну, то есть их какое-то количество ситх, методов пробуждения, систему тел Сахасран, что такое восьмая и девятая чакра, для чего они используются. Ну, мы посмотрим, как бы, на методы доступа в систему, ну, тут другие. Мы посмотрим с вами, как повышается уровень доступа, как чакры увеличивают плотность ментальных тел. Мы посмотрим с вами, как работает вот это безмолвие умения не думать, как оно разворачивается в ментальный щит экранирующих вас от внешних воздействий и внутренних, что необходимо для работы в тонких мирах. Мы посмотрим, как происходит экранировка негативных программ и чужих договоров. Мы чуть-чуть этого коснулись, это очень маленькая часть. Мы посмотрим, как эти ментальные щиты строятся на трех типах частот. Вот, как на каждой чакре мы работаем с информацией, получаем и распаковываем пакеты. Мы попробуем выйти на глубинную структуру ментальных тел. Что такое ментальная безупречность? Мы посмотрим, что такое работа на четырех уровнях информации. Образы, схемы, смыслы, чистое сознание. Мы отточим работу с внутренним безмолвием и умением не думать. И как бы за то время, что курс будет идти, каждый из вас, вот сегодня вы можете не думать о чем-то там, энд секунд у вас получается безмолвие, а сможет получаться больше. Мы посмотрим, как вас обуславливают, когда вы научитесь чувствовать смысл, как у вас прописаны программы культурного, бессознательного, программы, полученные в этой жизни, программы прошлых жизней, программы монады. Как на это выходить? В чем их особенности? Ну и посмотрим с вами, чем отличаются люди от магов. Вот именно на структуре ментальных тела. Как это все применяется в повседневной жизни? Ну курс большой, именно потому что, то есть, ну как бы это все нельзя освоить коротко, а как бы все эти навыки требуют овладения. Поэтому как бы и хочется, то есть, поразбирать это углубленно. Вот. Это так. Немножко таких планов. Ну на самом деле, то есть, такой программой можно заниматься там, как, не только то время, что я освоил, но и как бы там какое-то количество жизни. Но попробуем освоить все заодно и даже быстрее. Так, вижу вопрос. Попробую на него ответить. Что в практике йоги и цигун не так? Или в той же крии йоги молчу за арсаны? То есть, прошивка на анахате в практике йоги не растет или растет очень медленно. Чего-то не достает в этих практиках. Крии работают на пробу с чакрами и надей. Если просканировать практика в йоге на предмет прошивки и ТС, особенно те, кто обучают йоги лет 15, и кажется, что большинство наверху манипуры, как были табы и остались. То есть, не растет прошивка, не понимая, почему не нашивается опыт на анахате от практики йоги. Ведь в магии большинство техник с энергетикой взято из йоги. Значит, Андрей, я думаю, если вы глупость не знаете, если нет, можете посмотреть историю йоги. Все современные системы хатха-йоги идут от кого? Можете назвать имя? Помните? От Шри Кришна Мачай. Все современные системы хатха-йоги идут от одного человека. Современные системы хатха-йоги, значит, где именно есть большинство, часть работы с Криями, да? Нет, значит, давайте посмотрим потом. Есть, не надо путать йога-сутру Патанжали, где вообще даже почти слова про чакры нет, и системы йоги, в которых упоминаются как бы чакры, нади и крии, особенно если мы говорим про инструкторов йоги. Патанжали, как бы, то есть, написал йога-сутру, относящуюся к рача-йоге, вот, и, значит, но именно школу на следующих Патанжали, с ней было не очень много. Значит, сама система чакр, значит, и трактат хатха-йога про дебика появляется в где-то в 17-14 или 17 веке, могу путаться, как часть подготовки Ордена Натвы. Значит, дальше. Соответственно, системы хатха-йоги все современные идут от одного человека, и идя от одного человека, они во многом являются, к сожалению, в какой-то степени новоделом, потому что, когда мы знаем, Кришна Мачарья систему восстанавливал, у него практически не было учителей. Он говорил, что его отец умер 10 лет, а потом ему явились три мудреца. Потом он говорил, что ходил в Гималайи и обучался йоге там. Но если человек из родной Индии ходит в Гималайи, значит, что с инструкторами не очень. И мы знаем, что систему хатха-йоги он восстанавливал частично на основе, значит, на основе, как бы, английской военной гимнастики, воинских практик штата Кирала, ну и каких-то вещей, которые были. Поэтому вся современная система хатхи, на самом деле, как бы, она была создана, большей частью, в 1910-х годах. Большим мастером, которого личные силы хватило изменить мир. Да, система йоги занимается очень много. Но большая часть, значит, теперь сама же йога-сутра, то есть не йога-сутра, хатха-йога-продибика, которая работала, и система работы с чакрой были маленькой частью подготовки Ордена Надхов, которые вроде бы в рамках Ордена оставались. Но это была именно только часть интегральной подготовки. То есть непосредственно Крии работали с батарейкой, создавали условия, чтобы прошивка возникала, но были недостаточно, чтобы эта прошивка возникла. Для того, чтобы прошивка возникла, на каждой практике, на каждом уровне каждой чакры есть некое делание. Представим себе, что вы занимаетесь боевым искусствами и занимаетесь специальной физической подготовкой. Отжимания, пресс, набивка. То есть это условия, координационные упражнения, чтобы потом, когда вы займетесь техникой боевого искусства, у вас как бы возникла прошивка. Или вы даже делаете упражнения боевых искусств, но не участвуете в спаррингах или реальных ситуациях. То есть все вот эти практики йоги создают условия и полезные, значит, но еще недостаточно. Чтобы прошивка возникла, надо непосредственно заниматься всем деланием, которое создает прошивку. То есть если вы улучшаете очень сильно память, но не читаете книги, ну как бы прошивка там не возникнет. Если вы как бы тренируете какие-то там качества, концентрации, тогда вы не решаете задачки, то есть это условия, но это недостаточно. Соответственно, по поводу того, что вы говорите, что многие вещи взяты из магии, то есть магия взяты из йоги, большая часть йоги, то есть ей всего 100 лет. Это как бы, ну в принципе информация это не секретная, любой кто интересовался историей йоги это знает. А йога с утра патанджали чудесная практика, относящаяся к высшей раджа йоге, и ее основой является внутренняя безмолвие. Но и эта практика, вы учтите, они все такие практики рассматривались не как самостоятельные, а делались почти всегда, то есть помните, это начинается с почитанием гуру, да, то есть что это некая гуру йога, требующая настройки. Как влияют на ментальные тела продолжительные медитации в состоянии безмолвия по 30 минут в час? Очень хорошо влияют, невероятно повышают их мощность, но, скажем так, 30 минут полного безмолвия, ментального, это, ну вот если у вас полное внутреннее безмолвие, чтобы ни образа, ни слова, да, и смысловая тишина, это высокий уровень, то есть чтобы, то есть с одной стороны это очень укрепляет ментальное тело, дает ему как бы энергию, очень его структурирует, с другой стороны, чтобы это сделать, уже надо иметь хорошее ментальное тело. Но, значит, я рекомендую в рамках, вот на следующей неделе, вот между занятиями, кто там пойдет, кто не пойдет, просто пробуйте, вот, попробуйте неделю поделать так, вы выделяйте себе 5 минут, и вот делайте вот в этом режиме медитацию, 10 секунд безмолвия, 10 секунд отдых, потом пробуйте достичь 20, главное, чтобы этих периодов безмолвия было как можно больше. Медитация в состоянии чистого безмолвия 30 минут, как бы, тоже приближает вас к определенным самадхи. Самадхи сами по себе тоже недостаточны, вот, не зря Миларепа сказал Гамопе, который пришел к нему и сказал, я могу быть в самадхе сутхами, сказал, сын мой, не должен иметь масло из песка, без моего искусства внутреннего, по сравнению с искусством внутреннего огня, это все ерунда, ну, в Тибете холодно, понятно. Вот, еще вопросы? Вот. Я надеюсь, вы услышали за сегодняшний день чего-то новое. На занятиях я, естественно, ну, как всегда, то есть мы даем какие-то трансляции, надеюсь, часть этих трансляций почувствовали и сейчас, чтобы на вас прописать качество и подтянуть вас в режиме. Вот, ну, те, кто были на семинарах, по ним, то есть, в принципе, у них есть представление о курсе, то есть продолжением чего они являются. Информация о курсе есть на нашем сайте в разделе «Открытые занятия», там есть, как бы, ну, все, что есть, все, что нужно. То есть, курс, он заявлен на всех желающих, но предполагается, что желающие должны это, понимать, чего они желают. То есть, примерно, как если бы мы говорили, у нас продажа ядерного оружия для всех желающих, но предполагалось бы, что желающие понимают, что покупают. Да, можно, конечно, проходить курс по записи, вот, по крайней мере, вы учтите, курс длинный, вот, и многие у нас проходят курсы по записи, но всегда лучше по возможности присутствовать на занятиях, то есть, чтобы иметь возможность задать вопрос, который будет там, ну, лично ваш. Записи тоже эффективны, то есть, смотрите, если даже просто с курса вы вынести навык некие ментальные безупречности, то уже здорово. То есть, я всегда даю на курсах информацию с избытком. По одной причине, что у кого-то пойдет одна информация, у кого-то другая. Значит, но я всегда говорю, если с каждого курса вы унесете хотя бы одну или две техники, вот, то это уже будет здорово. То есть, унесете в смысле, что они станут частью вашей жизни. Вот если простую вещь, соединять состояние сознания с расслаблением, вот с этого занятия вы унесете, уже эта штука может реально изменить жизнь. Да нет, это разные немножко вещи, они как раз хорошо балансируют друг друга. Вот, я и рассчитывал на том, то есть, понимаете, обычно я давал последовательно анахату, а потом давал ментальные тела. И что получалось? То есть, анахату люди как-то развивали, но когда они переходили к ментальным телам, да, у них было все ничего, но по мере этих высших чакр они все больше и больше загонялись в ментальные режимы, а анахатка бывало проседала, потому что люди предполагали, что раз они прошли чакру, то они прекращают ей заниматься. А когда у людей как бы есть анахата, да, они не то, что теряли анахату там всю, как там вот, как Питер Мунк потерял свое сердце, просто люди как бы ну зону просвоили, сказали, хорошо, вы техники освоили, отработали, да, выучил, сдал, забыл. Переходили к следующему. Оно проседало. Когда же мы делаем это параллельно с анахатой, то анахата создает вот этот все время душевный фон, чтобы не терять мотивацию, а ментал дает высокочастотку. Ну, к сожалению, да, выучил, сдал, забыл. Вот так оно и выпало. Теряли анахат. Вот, хорошо. Вот, значит, ну, сегодня у нас занятие было длинное, то есть занятие у нас вообще длинное, то есть надо просто понимать, если этот курс делать, оставить ли обычное время 21.30 по Москве или делать не 21, чтобы вот вы могли заканчивать курс еще не переходя прямо с курсом «Неосознанное сновидение». Ну, надеюсь, вам было интересно. Все, да пребудет с вами радость, да пребудет с вами сила и всего волшебного. Доброй ночи всем.